Элементарные частицы Элементарные частицы. Интуитивно понятно, что это означает. Это что-то такое, самое элементарное, что уже нельзя расколоть на части, нельзя найти, из чего эта частица состоит. Исторически в то же время это понятие менялось. Наверное, самыми элементарными частицами когда-то считались атомы, потому что еще с древних греков было понятно людям, что мир состоит из каких-то мельчайших элементов, и такими элементами считались атомы. Но это продолжалось до тех пор, пока мы не смогли попасть внутрь атома. Примерно сто лет назад Резерфорд, бомбардируя альфа-частицами тонкую фольгу, обнаружил, что атомы пустые. Что в середине атома находится то, что после стали называть атомным ядром, которое примерно в тысячу раз меньше, чем размер атома. И, наверное, тогда можно было сказать, что элементарные частицы — это атомные ядра. Но кроме атомных ядер, которые имеют заряд электрический, а атомы заряда не имеют, должно было быть что-то еще, и это что-то еще потом получил название электрон. И так у нас получились две элементарных частицы — ядро и электрон. Ну и это был не конец, и довольно скоро стало понятно, что ядра различных атомов на самом деле состоят из чего-то еще. Это не есть единые объекты, которые можно считать элементарными. Примерно в 30-х годах прошлого века Газенберг в Германии и Иваненко в России выдвинули гипотезу, что ядра состоят из двух элементарных частиц — протона и нейтрона. И у нас уже получилось три элементарных частицы — протон, нейтрон и электрон. Долгое время это происходило так и было, но за это время родилась квантовая механика, наука которой, собственно, объяснила, как устроен атом, почему электрон, вращаясь по стационарным орбитам вокруг ядра, не падает на это ядро. На самом деле, по законам классической физики, электрон, как электрически заряженная частица, должен был все время испускать свет, терять энергию и очень быстро упасть на ядро. Этого не происходит, и причина этого оказалась в том, что электрон подчиняется законам квантовой механики. Так вот, три элементарных частицы — протон, нейтрон и электрон — вроде бы образовывали весь мир, который мы видим перед собой. Но возник естественный вопрос, почему же они не разлетаются в разные стороны? Почему два протона, которые имеют положительный заряд, не разлетаются в разные стороны под действием кулоновских сил? Почему они так накрепко связаны с нейтронами в ядре? И другой вопрос. Если эти частицы элементарные, и если они ни из чего не состоят, и с ними ничего не может произойти, то, следовательно, они должны жить вечно. А нейтрон, как оказалось, распадается довольно быстро. Причем распадается на протон, электрон и что-то еще неуловимое. Это неуловимое было замечено по недостающей энергии. То есть, если померить энергию электрона, протона и энергию исходного нейтрона, оказалось, что куда-то девается непонятная энергия. Паули предположил, что это новая элементарная частица. В тот момент это было совершенно революционно, потому что думалось, что новых элементарных частиц уже нет, мы уже все понимаем. Но оказалось не так. Паули предположил, что существует маленькая частица, которая не несет электрического заряда и имеет чрезвычайно маленькую массу. Ферме предложил назвать ее нейтрино. Так число элементарных частиц начало возрастать. Протон, нейтрон, электрон и нейтрино. Нейтрон распадался на протон, электрон и нейтрино. Ну, антинейтрино на самом деле, но это не так важно сейчас. Но и это оказалось не все. Что-то должно было увязывать протоны и нейтроны вместе, и это никак не электрические силы, поскольку они очень слабые. Японский физик Юкаво предположил, что есть еще одна элементарная частица, которая ответственна за ядерные силы. То есть за силы, которые удерживают протоны и нейтроны внутри ядра. Он предположил, что есть еще одна элементарная частица, и ядерные силы существуют благодаря обмену элементарными частицами нового сорта, которые впоследствии получили название пимезонов. Греческой буквой Пи. Так число элементарных частиц началось постепенно возрастать. Вскоре также был открыт тяжелый электрон, впоследствии названный мионом, и физики занялись изучением космических лучей. Космические лучи — это излучения, приходящие к нам из космоса. К нам летят протоны, к нам летят электроны, к нам летят античастицы, и, как выяснилось, к нам прилетают еще некоторые странные объекты. В 1947 году в космических лучах была открыта новая элементарная частица, которая получила название камезона. Эта частица обладала рядом странных свойств. На самом деле их было три мезона. Один имел положительный электрический заряд, другой — отрицательный электрический заряд, и третий оказался нейтральным. Так вот, эти три частицы вели себя несколько странным образом, и так это и было названо странностью. Предположили, что они обладают неким новым свойством, называемым странностью, и люди стали изучать эти странные частицы. Оказалось, что камезоны — не единственные странные частицы. Постепенно число частиц начало возрастать. В космических лучах к нам прилетают частицы, которые могут долго жить. Если они живут мало, они успевают распасться, прежде чем прилететь к нам из космоса. Возникает вопрос, долго ли живут эти элементарные частицы. Что мы знаем о них на сегодняшний день? Ну вот электрон, как нам сейчас представляется, живет вечно. Мы не знаем, как он может распасться. Дело в том, что электрон на сегодняшний день — самая легкая частица, имеющая электрический заряд. И поэтому в силу закона сохранения энергии ему просто не во что распадаться. Поэтому по сегодняшним представлениям электрон живет вечно. А вот протон, вообще говоря, мог бы распадаться. Но на сегодняшний день мы знаем, что его время жизни, измеренное экспериментально, превышает 10 в 34 степени лет. Но для сравнения надо сказать, что возраст Вселенной — это примерно 10 в десятый лет. То есть протон живет практически вечно по этим меркам. А вот все-таки распадается он в конце-то концов или не распадается, это остается открытым вопросом. Это вопрос к эксперименту, который должен определить, распадется он или нет. Теория позволяет протону распадаться. Ну, про нейтрон я уже сказал, что он живет достаточно короткое время, распадается на протон. Но внутри ядер или нейтрон живет практически вечно, потому что идет и обратный процесс превращения протона в нейтрон. Дальше. К-мезоны и пимезоны, о которых я говорил, оказалось, живут довольно короткий промежуток времени. Типа 10 минус 6 секунды, 10 минус 9 секунды. То есть по человеческим меркам просто распадаются мгновенно. Но по меркам физики частиц они живут довольно долго. К этому нужно еще добавить, что они движутся с очень большой скоростью, прилетая к нам из космоса. То есть со скоростью близкой к скорости света. А согласно специальной теории относительности Эйнштейна, время у быстро движущихся объектов замедляется. Поэтому их собственное время течет очень медленно, практически стоит. И поэтому эти частицы, несмотря на то, что как бы в покое они должны были распасться в неуловимые доли секунды, на самом деле живут довольно долго и успевают прилететь к нам из космоса. Но космические лучи являются источниками новых частиц, новых элементарных частиц. Там же они были когда-то и открыты. И число их начало постепенно возрастать, их становилось все больше и больше. Далее эти частицы начали открывать на ускорителях, и перед нами образовался целый зоопарк этих частиц. Частицы стали называть греческими буквами. Появились ромизоны, омегабизоны, этамизоны, ксимизоны, сигмамизоны и так далее, и так далее, а также и другие частицы. Число частиц стало таким большим, что возник естественное желание как-то их проклассифицировать. Ну, наподобие таблицы Менделеева. Таблицы Менделеева, как известно, все элементы имеют очень хорошую классификацию, они распадаются на периоды, на ряды, и теперь благодаря квантовой механике мы понимаем, как они устроены, почему есть такая классификация элементов, химических элементов. А вот элементарные частицы, их тоже хотелось бы как-то проклассифицировать, коль скоро их стало так много. Ну, естественно, надо посмотреть на свойства этих частиц, чем они отличаются, и попытаться как-то разделить их на отдельные классы в соответствии с их свойствами. Одним из таких замечательных свойств оказалось наличие частиц углового момента. То есть, частицы представляют собой, с классической точки зрения, что-то похожее на волчки, то есть, они вращаются. С очень большим угловым моментом. Классически описать этот угловой момент не удается. Если бы частица имела какой-то размер, имела вот такой угловой момент, который мы измеряем, то получилось бы, что поверхность этой частицы вращается со скоростью, превышающей скорость света. Что невозможно. Итак, классически описать это вращение не удается, поэтому это удается сделать только в квантовой механике. Но вот этот угловой момент, как оказалось, в квантовой механике, он квантуется. То есть, он приобретает только целые или полуцелые значения в некоторых единицах, называемых магнитонами Бора. Так вот, оказалось, что все частицы можно разделить на два класса. Те, у которых целый угловой момент, и те, у которых полуцелый угловой момент. Эти частицы имеют два разных названия. Частицы с целым угловым моментом называются бозонами, потому что, когда они собираются в большом количестве, в некий ансамбль, они подчиняются статистике, которая называется статистикой Боза-Эйнштейна. А частицы с полуцелым угловым моментом ведут себя совершенно другим образом, они подчиняются совсем другой статистике. Эта статистика имеет название фермидирака. И вот, оказывается, что частицы с полуцелым спином и с полуцелым спином это совершенно два разных класса частиц. Ну, если говорить о тех частицах, про которые я уже упомянул, протоны, нейтроны, электроны, нейтрино, это все фермионы. То есть, частицы со спином одна-вторая. А вот пимизоны, камизоны имеют спин-ноль, это бозоны. Так же спин-единица имеет ромизон. И вот как интересно, что свет, оказывается, тоже квантуется, и квант света, фотон, тоже имеет спин-единицу. То есть, это тоже бозоны. Итак, первая классификация готова. У нас есть фермионы, и у нас есть бозоны. Мы разделили частицы на два класса совершенно разными свойствами. Но этого оказалось мало. Оказалось, что частицы, вдобавок к тому, что они имеют угловой момент, они еще друг с другом взаимодействуют. Одно из взаимодействий, мы хорошо знаем, это электричество. У них есть электромагнитное взаимодействие. У них есть электрический заряд. То есть, бывают частицы с положительным зарядом, с отрицательным зарядом, с нулевым зарядом. Но оказалось, что помимо этого, частицы еще принимают участие в других взаимодействиях. Например, протоны, нейтрон подчиняются ядерным силам, которые удерживают их. И вот вам готова вторая классификация. Одни частицы участвуют в сильных ядерных силах, другие не участвуют. Те частицы, которые участвуют в сильных взаимодействиях, получили название адронов. Адрон это греческое слово, хедрос, означает жесткий или тяжелый. И вот все частицы, участвующие в сильных взаимодействиях, это такие тяжелые частицы. Есть другой класс частиц, которые не участвуют в взаимодействиях. Примером является электрон. Эти частицы достаточно легкие, они получили название лептонов от слова лептос, легкий. Значит, есть частицы тяжелые, адроны, есть частицы легкие, лептоны. Вот оказалось, что все частицы, с которыми мы имеем дело, в природе можно разделить на эти два класса, на адроны и лептоны. Кроме этого, есть частицы, которые связаны взаимодействиями. Примером является фотон. Эти частицы относятся к специально классу, к классу переносчиков взаимодействий. К ним относится фотон, как я уже сказал, но впоследствии было обнаружено, что все остальные взаимодействия тоже переносятся частицами. Появились так называемые промежуточные векторные бозоны, глионы, гравитоны и так далее. Это новый класс частиц, связан взаимодействиями. Тем самым, с точки зрения физических свойств, мы все частицы разделяем на три класса. Сильные взаимодействующие адроны, слабо взаимодействующие лептоны и переносчики взаимодействий. Но история не кончилась и здесь. Как оказалось, адроны не являются по-настоящими элементарными частицами, поскольку впоследствии было обнаружено, что они состоят из более мелких объектов, которые стали называть фундаментальными частицами, в отличие от элементарных частиц новой терминологии. Такими частицами, из которых состоят все адроны, оказались частицы, получившие название кварков. Тем самым новыми фундаментальными частицами или элементарными частицами, если угодно, стали кварки, из которых построены все адроны, и лептоны, которые пока никакой такой структуры не имеют и в нашем сегодняшнем понимании являются истинно элементарными. Итак, у нас есть некое количество кварков, некоторое количество лептонов, а также вот частицы-переносчики взаимодействия, о которых я уже упомянул. Эти частицы на сегодняшний день являются самыми элементарными, неделимыми фундаментальными частицами. Как узнать, из чего сделана элементарная частица? Как залить внутрь элементарной частицы и понять, есть ли там что-то внутри? Микроскоп увидеть где-то невозможно. Значит, нужно как-то... Как бы мы поступили, если бы хотели узнать, как устроен какой-то другой предмет? Мы попытались бы его сломать, как ни странно. Вот, допустим, часы. Мы смотрим на часы и можем понять, что у них внутри. Но если мы разломаем часы, оттуда вылетят шестеренки, оттуда вылетят какие-то колесики, и мы узнаем, как устроены часы. Как быть с элементарной частицы? Оказалось, что квантовый мир устроен по-другому. Оказалось, что внутри элементарной частицы, собственно говоря, ничего нет. Может быть, даже вообще ничего нет. Мы пока что даже не понимаем, есть ли какая-нибудь структура элементарной частицы. Но все-таки как в него проникнуть? Путь, который был найден, это путь разогнать эту частицу по возможности до очень высокой энергии и ударить в какую-то мишень. Если мы ударим в какую-то мишень, начинаются замечательные превращения, рождаются новые частицы. Причем интересно, что не то, чтобы эти новые частицы находятся внутри тех частиц, которые мы сталкиваем, или внутри мишени. Нет, они рождаются из энергии столкновения. Здесь работает замечательная Эйнштейновская формула, что энергия покоя частицы равняется mc квадрат, то есть масса, умноженная на квадрат скорости света. И если мы разогнали какую-то частицу до очень высокой энергии и столкнули такие частицы, то из энергии столкновения могут родиться новые частицы, энергия которых меньше, чем вот та кинетическая, или масса которых меньше, чем та кинетическая энергия, до которой мы разогнали частицы. Вот прибор, который разгоняет частицы до очень высоких энергий, называется ускоритель частиц. И такие ускорители стали появляться очень давно. Простейшим ускорителем является электрическое поле. Если у вас есть электрический потенциал или разность потенциалов, то электрически заряженные частицы будут двигаться в этом потенциале и ускоряться. Точно так же действует и магнитное поле. То есть, по сути дела, мы используем электромагнитное взаимодействие, электрические магнитные поля, чтобы разогнать частицы. Ну, простейшим является каком-то конденсатор с разностью потенциалов, и вот он будет слегка разгонять частицы. Но нам хотелось бы разогнать частицу не просто немножко, а разогнать ее до очень больших энергий. Вот космические лучи это такой естественный природный ускоритель. Космические лучи прилетают к нам в большой очень энергию. Но в космических лучах частиц мало, изучать их довольно трудно, хотя первым ускорителем и была вселенная. Но потом решили, что мы будем ждать от вселенной, давайте сами научимся разгонять частицы. Начали строить ускоритель. Ясно, что если длина, на котором ускоряется частица, небольшая, то она не успеет просто набрать большую энергию. Всюду родилась идея кольцевого ускорителя. То есть, что частица будет двигаться по кольцу все быстрее и быстрее и быстрее, а электрическое или магнитное поле ее будут все время подхлестывать. Вот как дрессировщик подхлестывает лошадей на арене цирка. И частица будет разгоняться сильнее и сильнее. Такие первые ускорители были созданы в середине прошлого века, назывались они циклотроны. И стремление было получить максимальную энергию частиц, то есть, развергнать их до максимально большой скорости. Энергию ускорителей измеряется в единицах, которые называются электроновольтами. Электроновольт — это энергия, которую приобретает электрон, если он проходит разность потенциалов в один вольт. Ну, отсюда и название — электроновольт. Так вот, ускорители разгоняли частицы до миллионов электроновольт. Первые ускорители были, эти единицы обычно называются сокращенно мэвы, и вот частицы разгонялись до нескольких мэвов. Это миллионы электроновольт. Это на самом деле довольно большая энергия, и скорость движения частиц, она уже начинает приближаться к скорости света. Что происходит дальше? Дальше на пути этой частицы можно поставить мишень, просто кусок какого-то металла или какой-то газа или что-то еще, и частица ударяет в эту мишень. В момент удара высвобождается колоссальная кинетическая энергия частицы, и из этой энергии рождается новый объект, рождается новая частица. Так были открыты частицы, которых мы не знали. То есть, на самом деле, что там родиться, было просто неясно, и надо было изучать продукты вот этого самого взаимодействия. Спрашивается, как их изучать, как увидеть то, что родилось на ускорителе. Желательно как-то частицу зафиксировать. Тот, где частица фиксируется или детектируется, обычно называют детектор. Сначала детекторами были фотопленки, фотоэмульсии, на которых частица оставляла след, потом некие такие газовые камеры, в которые помещались магнитное поле, и частица оставляла след на подобии реверсивного следа самолета в небе. Но постепенно, в современное время, мы переходим к компьютерной регистрации того, что там происходит. Детекторы стали очень большими, но современный детектор на Большом адронном коллайдере представляет собой такой примерно четырехэтажный дом. И в этом детекторе фиксируется все. Импульс частицы, угол, под которым она вылетает, заряд частицы. Есть специальные детекторы, которые фиксируют легкие частицы, лептоны. Есть специальный детектор, который фиксирует адроны. Короче говоря, это превратилось в огромную индустрию. Но сами ускорители все время наращивали свою энергию. В России, или скорее в Советском Союзе в свое время, тоже были построены ускорители, и первые циклотроны появились в послевоенные годы. Дальше эта ускорительная наука совершенствовалась, и задачей было все увеличить, увеличивать, увеличивать энергию частиц. В подмосковной Дубне был построен синхрофазотрон, так назывался ускоритель, который был построен по новому принципу так называемой автофазировки. То есть, когда магнитное поле, которое подхлестывает частица, чтобы она быстрее и быстрее двигалась, автоматически синхронизовало фазу движения. И в результате частица разгонялась до очень высокой энергии. Вот синхрофазотрон, который был построен в конце 50-х годов в Дубне, ускорял частицы до энергии 10 миллиардов электронов вольт. Естественно, аналогичные ускорители были и в Европе, и в Соединенных Штатах, и было некое соревнование, у кого будет больше энергии. Следующей большой машиной, построенной в Советском Союзе, был ускоритель, серпуховский ускоритель, на энергию уже 70 миллиардов электронов вольт. То есть, в 7 раз больше, чем в Дубне. Но этот рекорд устоял недолго. Через несколько лет был построен ускоритель на 400 миллиардов электронов вольт, или на 400 г. Современные ускорители еще больше. При этом ускорители делятся еще на два класса. Это ускорители, которые ускоряют электроны, и ускорители, которые ускоряют протоны. И те другие частицы живут очень долго, поэтому с ними ничего не происходит, и их можно ускорять. Двигаясь по кольцу этого огромного ускорителя, а кольца все растут и растут в размере, если дубнинский ускоритель имеет радиус порядка 20 примерно метров, серпуховский ускоритель уже порядка двух сотен метров, то, скажем, кольцо ускорителя в Женеве, которое сейчас есть, в котором сначала был построен электронный ускоритель, а потом протонный ускоритель, кольцо это размером 27 километров в окружности. То есть, примерно как кольцевая линия московского метро. То есть, ускорители становятся совершенно гигантскими сооружениями. Но почему нужно строить такой большой ускоритель? Зачем нужны такие огромные размеры? Дело в том, что, пытаясь достичь больших и больших энергий, нам нужно все время больше и больше магнитное поле, которое будет заворачивать частицы по кольцу, иначе они просто улетят. Чем меньше радиус ускорителя, чем сильнее их нужно заворачивать, значит, тем больше нужно магнитное поле. Создание сильных магнитных полей — это сложная техническая задача. Поэтому, если построить ускоритель большего радиуса, то можно обойтись меньшими магнитными полями. Вот отсюда размер ускорителя. Но это не единственная причина. Еще вторая причина состоит в том, что, двигаясь по орбите, по кольцу ускорителя, электрически заряженные частицы, электроны и протоны, испускают свет. Этот свет называется синхротронным излучением. Так вот, чем сильнее заворачивает электрон, тем сильнее он испускает свет и теряет энергию. И в какой-то момент потеря энергии будет сопоставима с той энергией, которую мы закачиваем, чтобы разогнать частицы. Поэтому существует естественный предел. Увеличивая радиус ускорителя, мы уменьшаем эти потери, и тем самым можем разогнать частицу до больших энергий. Итак, разгоняя частицы до большой энергии, мы стремимся увеличить радиус ускорителя, чтобы потери были минимальны. Поэтому ускорители очень большие. И такие ускорители разгоняют частицы, которые потом ударяют в мишень. Это называется ускоритель с неподвижной мишенью. Но вскоре было понято, что большое количество энергии ускорителя уходит просто на то, что частицы ударяют в мишень, пытаясь сдвинуть мишень с места, и, по сути дела, энергия уходит в движение молекул в мишени, то есть в тепло. То есть как бы теряется очень большое количество энергии, которое могло бы пойти на образование новых частиц. И родилась идея коллайдеров. Коллайдер — это когда нет неподвижной мишени, когда мы разгоняем два пучка частиц, и они сталкиваются друг с другом. Значит, от английского слова collide — столкновение. И вот такие современные ускорители — это в основном коллайдеры. Вот, например, большой адронный коллайдер в Женеве, который сейчас работает, на котором были уже открытия, и которые мы ожидаем новых открытий, — это коллайдер. Там сталкиваются два протонных пучка. То есть разгоняются в одну сторону по кольцу протоны, и в другую сторону. И потом они сталкиваются в точках пересечения этих колец, и это коллайдеры. Проблема коллайдеров, конечно, состоит в том, что эти два пучка, которые очень узкие, не должны пройти мимо друг друга, они должны столкнуться. То есть должна быть очень жесткая фокусировка этих пучков. Это тоже большая техническая проблема, которая, к счастью, нашла свое решение. И вот коллайдеры заработали. В Женеве, в том самом кольце, где построен большой адронный коллайдер, где сталкиваются протоны, до этого в этом же кольце сталкивались электронные позитроны. Он был электрон-позитронный коллайдер. То есть современный ускоритель — это коллайдер. Но есть и другой класс ускорителей. Это так называемый линейный ускоритель. В линейном ускорителе нет кольца. Частицы сначала разгоняются в кольцевых ускорителях, потом выходят на прямую дорогу, как вот на такую скоростную трассу, и уже летят навстречу друг другу. Если за счет специальной технологии обеспечить очень большой градиент ускорения, то, несмотря на то, что они проходят этот отрезок скоростной всего один раз, но эти частицы успевают набрать колоссальную энергию и сталкиваются друг с другом. В этом случае нет никаких потерь энергии, потому что никаких поворотов частицы не делаются, они несутся просто навстречу друг другу. Это так называемый линейный коллайдер. Линейные коллайдеры существуют уже, но сейчас есть большой проект международного линейного коллайдера длиной 50 километров. Эта длина определяется тем, что хочется получить очень высокую энергию, а чем больше длина, тем больше энергии. Вот проект такого международного коллайдера существует, не исключено, что через несколько лет строительство его начнется в Японии. Каждый ускоритель имеет свои, конечно, преимущества и недостатки, но главная задача, которую он решает, это разогнать частицы до максимально возможных энергий. Рекорды, которые достигнуты сейчас по ускорению, это 200 миллиардов электронов вольт для электронов и позитронов в Большом кольцевом коллайдере, так называемый ЛЭП, электрон-позитронный коллайдер в Женеве. Рекордным для адронных коллайдеров является Большой адронный коллайдер, в котором протоны разгоняются до энергии 7 триллионов электрона вольт. Это сейчас самая большая достижимая энергия, и она позволяет родить частицы с большими массами, которые до сих пор были недоступны исследованию. И первым примером явилось рождение Хиггсовского бозона на Большом адронном коллайдере. В настоящий момент физики надеются, что на этом все не закончится и будут рождаться новые частицы. Адроны. Сильно взаимодействующие частицы. Когда-то адронов было мало. Протон, нейтрон и пимезон, предложенный Юкавой. Но потом стало много, и понадобилась какая-то классификация их. И первая классификация, она довольно очевидная, она связана с угловым моментом. Оказалось, что все адроны либо имеют целый угловой момент, собственный угловой момент, или спин, как его принято называть, или полуцелый. Адроны с полуцелым угловым моментом называются барионы, а адроны с целым угловым моментом называются мизоны. Вот у нас есть мир барионов и мизонов. Значит, протон, нейтрон — это барионы, пимезон — это мизон. Оказалось, что их очень много, и нужно было понять, как это все устроено, и почему их много, и как они устроятся. И когда их стало около сотни, то ясно, что эта классификация должна была не просто их расположить в классы, но и объяснить их свойства. И оказалось, что существуют очень интересные математические схемы, в которые частицы вписываются. Это несколько неожиданно, и это называется в математике теории групп. Вообще понятие группы в математике, конечно, это нужно как-то объяснять, но интуитивно понятно, что вот если есть какие-то преобразования, которые мы можем делать, ну, например, повернуться на одной ноге вокруг себя, вот это и есть преобразование, которое мы произвели. Ясно, что если повернуться один раз или повернуться второй раз, то это все равно, что повернуться два раза. Вот такого рода преобразования, они и называются преобразованием группы. Так я немножко примитивно объясняю, но на самом деле группа — это преобразование, которое можно сделать одно и другое это эквивалентно третьему, есть обратное преобразование, то есть повернуться на ноге в обратную сторону, или единичное преобразование, то есть вообще не поворачиваться. И вот это все образует то, что математика называется группой. Группы все классифицируются, их конечное число, у них есть определенный размер, определенные свойства. И вот оказалось, что адроны все можно проклассифицировать математически по теории групп. Существуют специальные группы матриц. Матрица — это таблицы. Вот представим себе таблицы 2 на 2 элемента. Два столбца и две строки таблицы. Вот это матрица. И вот оказывается, что есть такая группа преобразования матриц. И вот частицы адроны попадают как бы в элементы этих матриц. То есть есть такие таблицы, и частицы попадают в элементы этих матриц. Бывают таблицы 2 на 2, бывают 3 на 3, бывают 4 на 4. Если правильно угадать группу, то мы можем сказать, сколько элементов таблицы. Значит, частицы должны сидеть в этих элементах. Если какой-то частицы нет, а таблицы есть, значит, надо попробовать поискать новую частицу, которая в точности заполнит эту матрицу. Вот примерно по такому пути пошли. Эти таблицы или эти матрицы связаны с группой, которая носит название специальная унитарная, уни-модулярная группа с тремя элементами — SU3. Так вот, оказалось, что все частицы можно расставить по таблицам в соответствии с этой группой. Таблицы эти образуют восьмерки, девятки, десятки. И вот все частицы сидят в этих элементах. И оказалось, что все адроны можно таким удачным образом рассадить по этим элементам матриц. Таким образом были предсказаны новые адроны, чтобы заполнить пустоты в этих таблицах. И казалось бы, что вот мы наконец поняли, как устроен мир барионов и мизонов. Барионы в свои таблицы попадали, мизоны попадали в другие таблицы, и все вроде бы стало на свои места. Но потом неожиданно стали появляться некие частицы, которые в эти таблицы не попадали. И выяснилось, что вроде бы, наверное, таблицы не полны. А с другой стороны, вроде бы, если таблицы есть, то за этим должно стоять тоже какое-то, может быть, более четкое понимание. И если частицы около сотни, то, естественно, возникает такой же вопрос, как возникало в атомной физике. Если атомов около сотни химических элементов, может быть, они из чего-то более простого состоят, и из них просто как из кубиков строятся эти элементы. Ну, как атомные ядра. Их около сотни, они строятся из протонов и нейтронов. Просто нужно определенное количество протонов и нейтронов туда собрать, и получается атомное ядро. Вот то же самое и с адронами, оказалось. Оказалось, что вот эти вот таблицы, вот эти симметрии, как их принято называть, они связаны с тем, что есть более мелкие объекты, из которых можно построить адроз. Сначала эти объекты воспринимались исключительно как математическая игрушка, потому что математическая группа формировала все, и вот как бы математическая игрушка. Два человека, собственно говоря, предложили эти объекты. Один из них предложил назвать их тузами. Ну, вероятно, он любил карточные игры, и поэтому терминология такая карточная. Интересно, что когда он написал научную работу и предложил классификацию всех адронов с помощью вот этих тузов, ее отказались публиковать в журнале, сказали, что карточные терминологии не подходят. А другой предложил назвать их кварками. Кварк — это такое странное слово, оно происходит из романа Джеймса Джойса «Поминки по Финнагану», и там есть такое стихотворение, где говорится «Три кварка для мистера Марка». Вот это странное слово. Кварк было взято Мюрреем Гелманом, Нобелевским лауреатом, который занимался этой классификацией. А другой физик, который предложил называть их тузами, Джордж Цвайк, вот его терминология не прижилась. Прижилась терминология кварк. И вот оказалось, что все это классификация всех адронов, можно понять, если предположить, что они состоят из более мелких частиц, называемых кварками. И в тот момент кварков было три. Оказалось, что все барионы, то есть частицы со спином, все адроны со спином полуцелым, строятся из трех кварков, а все мизоны, то есть частицы со спином целым, строятся из двух кварков. Вот оказалось, что все очень просто. Есть три типа кварков, и из них строится весь мир, все сильно взаимодействующие с частицей. Одни из трех кварков, другие из двух кварков. Эта кварковая схема сразу объяснила структуру вот этих матриц, в которые складывались адроны, и получилось, что сильно взаимодействующие частицы, элементарные, они на самом деле не элементарные, они состоят из кварков. Все завертелось вокруг кварков. Вскоре кварки были признаны реальными частицами, не просто математической схемой. Дело в том, что в опытах по рассеянию на ускорителях адронов, очень похожих на опыты Резерфорда, когда он бомбардировал фольгу и обнаружил атомное ядро. Так вот, в опытах по рассеянию было обнаружено, что действительно внутри барионов есть как бы три зернышка, три кварка, а внутри мизонов есть как бы два зернышка, два кварка. То есть кварки — это действительно такие частицы, которые есть внутри. Но удивительное свойство этих частиц — они никогда не вылетают наружу. Это свойство еще не до конца понято, но оно установлено довольно точно, что оказывается эти частицы всегда как бы находятся в пленении внутри адрона. То есть мы знаем, что их там три внутри бариона, но наружу они никогда не вылетают. Они связаны между собой очень большими силами, и когда они пытаются разлететься в разные стороны, эти кварки, то силы как пружинки натягиваются и не пускают их. А если эта пружинка рвется, то на конце образуется новый кварк и образуются новые адроны. Таким образом, из одного адрона при взаимодействии возникает много адронов. Все они состоят из кварков. Вот мир адронов тем самым оказался понятым благодаря кварковой модели, которая получила большое развитие и подтверждение сейчас. И долгое время было три типа кварков. Их называли верхним, нижним и странным. И эти три кварка существовали. Пока не было найдены новые частицы, которые не укладывались в схему, вот в те матрицы. И оказалось, что для их объяснения понадобился четвертый кварк. И дальше эта история продолжалась. Ну, я сейчас не хочу дальше говорить про кварки, но структура адронов стала вырисовываться довольно ясно, что если они состоят из кварков, то надо просто перебрать все возможные комбинации. И эти все возможные комбинации должны существовать. Но интересная вещь, что действительно все адроны состоят либо из двух, либо из трех кварков. Возникает вопрос, а почему не из четырех, или почему не из пяти? И вот такие адроны впоследствии тоже были открыты. Хотя они не столь достоверно открыты, как обычные адроны. Их называют экзотическими адронами. Это то, что сейчас является актуальной темой. Экзотические адроны, построенные из четырех, пяти, или может быть шести кварков. Что же происходит с адронами, когда они сталкиваются на ускорителях? Вот мы говорим, большой адронный коллайдер. Там сталкиваются адроны. В данном случае мы говорим о столкновении протона. Протон — это простейший адрон. Барион — он состоит из трех кварков. Что происходит, когда два адрона сталкиваются в ускорителях? Казалось бы, они должны как бы расплющиться, кварки должны выйти наружу. Но этого не происходит в силу удивительного свойства кварков, в силу тех взаимодействий, которые связывают кварки друг с другом. Оказывается, что при столкновении двух адронов рождаются новые адроны. Эти новые адроны вылетают с большими скоростями в виде таких струй из большого количества адронов. В одном событии рождается огромное число частиц. И если энергия исходных протонов велика, то рождаются все новые и новые тяжелые адроны. Оказалось, что некоторые частицы бывают очень тяжелыми. Они имеют массу, примерно массу среднего атома. Но все эти адроны оказываются недолгоживущими. И раз они являются тяжелыми, они, как правило, очень быстро распадаются. Время распада очень сильно разнится. От 10-6 секунды до 10-17-18 секунды. Частицы, которые живут столь коротко, обычно называются резонансами. Их невозможно увидеть, как обычные частицы. Они столь быстро распадаются. Они просто наблюдаются в процессах, в исследовании в виде некоторых пиков распределения их по энергии. Вот таких резонансов. Адронных было открыто очень много, но все они попали под ту классификацию, о которой я говорил. Все они попадают под эту схему. И все они состоят из кварков. И зная кварковую структуру, можно говорить о свойствах этих частиц. Естественно, возникает вопрос, а нет ли чего-нибудь нового? Нет ли каких-то новых адронов, про которые мы ничего не знаем? Вот по мере увеличения энергии, по мере увеличения масс, рождались и новые частицы. Но оказалось, что некоторые из них столь быстро распадаются, что просто не успевают существовать в виде связанных состояний кварков. Вот вообще говоря, если мы говорим, что частица состоит из чего-то, вот скажем, адрон состоит из кварков, это означает, что эти кварки связаны между собой. Обычно говорят про связанные состояния. Так вот, эти связанные состояния могут просто не образоваться, если у них недостаточно энергии. И вот некоторые адроны, на самом деле, практически не существуют, поскольку связанных состояний не возникает. В этом смысле не исключено, что мы уже достигли на ускорителях некого предела, дальше которого тяжелые частицы не будут образовываться, поскольку они будут распадаться быстрее, чем образовывать связанные состояния. Такие примеры у нас уже имеются. Но свойства адронов, как частиц, которые взаимодействуют сильным образом, они достаточно хорошо поняты. У адронов есть электрический заряд, поэтому кроме сильных взаимодействий они принимают участие в электромагнитных взаимодействиях, а также распадаются, и распад осуществляется за счет слабого взаимодействия, когда, как правило, испускается нейтрино. То есть адроны — это частицы, которые принимают участие практически во всех известных нам взаимодействиях. Они участвуют и в сильных взаимодействиях, и в электромагнитных, и в слабых, ну а также и в гравитационных, которые, правда, очень слабы. Загадочное слово «кварк». Звучит непонятно, и этим самым привлекает. Слово на самом деле появилось в романе Джеймса Джойса «Улисс». И там даже было стихотворение, которое называлось «Трикварка для мистера Марка». Что такое «тикварки» означали, были непонятны, но слово понравилось. И когда в 60-е годы ученые занимались построением теории элементарных частиц, а под элементарными частицами в то время понимали в основном то, что мы сейчас называем барионы или мизоны, типичные представители – это протон или нейтрон, которые образуют атомное ядро. Так вот, когда занимались построением теории этих частиц, а их в то время было очень много, то вот эти «кварки» пришлись ко двору и их стали использовать. Старл их использовать и придумал эту схему американский физик Мюррей Гелман. Он лауреат Нобелевской премии, очень известный человек. И был второй еще человек, звали его Цвейк, он использовал другое слово – тузы. Он их называл тузами. Но тузы не прижились, видимо, «кварка» оказалась более красивым словом. Что же такое «кварки»? Природа, как нам сейчас кажется, и то, что мы сейчас пока понимаем, построена по принципу русской матрешки. То есть есть несколько слоев. Мы открываем каждый раз новый слой, и там появляется что-то новое. Есть атом. В атоме есть атомное ядро. Ядро состоит из протонов и нейтронов. Когда-то думали, что эти протоны и нейтроны и есть элементарные частицы. Потом оказалось, что таких частиц гораздо больше. Сначала в космических лучах, потом на ускорителях. Стали открывать все новые и новые частицы. Их образовалось несколько десятков, и возникло желание как-то их проклассифицировать. Ну, создать что-то наподобие таблицы Менделеева. Чтобы были какие-нибудь ряды, колонки, и все эти частицы занимали свои места в этой таблице. И вот оказалось, что можно этого добиться, создать что-то наподобие таблицы Менделеева, если предположить, что все частички состоят из неких составляющих. То есть, что матрешка идет дальше вглубь. Что протоны, нейтроны, комизоны, ромизоны и так далее, и так далее. Те частицы, которые наоткрывали, что они состоят из еще более мелких составляющих, которые предложили назвать словом «кварк». Оказалось в то время, что для того, чтобы составить все частицы, достаточно всего трех таких вот кирпичиков. Эти кирпичики получили три названия. Верхний, Нижний и Странный. Вот U, D и S. От английских слов Up, Down and Strange. Ну и как строятся частички из этих самых кварков? Ну, очень просто. Ну, например, протон. Берем два U-кварка, один D-кварк. UUD – это протон. Нейтрон. Берем UDD – это нейтрон. Ну, можно взять 3U, можно взять 3D, можно взять UUS, можно UDS. Ну, в общем, перечисляются все возможные комбинации. И оказалось, что все известные частицы можно построить из этих трех. То есть все, что мы знали до сих пор, можно построить из этих трех комбинаций. То есть вот так вот всего из трех составляющих можно было построить весь миллион элементарных частиц. Это было замечательно. Но это было не просто так, вот как игра в кубики. За этими кубиками стояла некая математическая конструкция. Она трудно объяснима. Называется эта теория групп. Ну, скажем так, эта теория говорила о том, что все частицы должны образовывать, ну, такие семейства. Эти семейства могли состоять из трех частиц, из восьми частиц, из десяти частиц. И вот оказалось, что все элементарные частицы, которые к тому времени были открыты, они очень хорошо укладывались вот в эти самые семейства. И тем самым мы даже получили некоторые незанятые места в семействах. И потом они были открыты. И как бы вот этот путь построения частиц, он получил название «восьмеричный путь». Связан как раз с теорией групп. Это я, пожалуй, не буду объяснять. Но и все было так прекрасно и хорошо до тех пор, пока в 74-м, по-моему, году не было открыта некая новая частица, которая в эту схему не укладывалась. Ну, сначала было много шума и непонятного, а потом оказалось, что для того, чтобы ее объяснить, пришлось придумать еще одну частицу, еще один кварк, четвертый. И получилось четыре кварка. То есть вот это замечательное стихотворение «Три кварка» у мистера Марка, ну, вот, немножко пришлось от него отойти, пришлось родить четвертый кварк. Более того, оказалось, что когда физики пытались построить теорию, которая описывает не просто наличие частиц, а описать их свойства, их взаимодействие, их взаимные превращения, то три кварка оказались неудачной комбинацией. Оказалось, что, например, некоторые распады частиц, которые почему-то в природе не происходят, в этой теории, наоборот, должны были хорошо происходить. И когда это все анализировали, поняли, что вот если бы четыре было кварков, вообще, если бы четное число было кварков, тогда бы все как раз получалось как нужно. Вот как раз эти распады были бы запрещены, и все природам укладывалось. Поэтому о четвертом кварке говорили раньше. Ну, вот, его в 74-м году открыли частицу, кварков стало четыре, и все были счастливы, и все работало хорошо. Но через некоторое время открыли пятый кварк. То есть открыли пятую частицу. Кстати сказать, четвертый кварк получил название очарованный кварк, или по-английски Чарл, С-кварк. Этот очарованный кварк природил целую физику очарования, или очарованную физику. А потом открыли пятый кварк, который получил название бэкварк, или по-английски от слова ботом, или от английского слова бьюти, то есть прелестный или прекрасный. И появилась прелестная физика. Но кварков стало пять. И опять возникла та самая проблема с их переходами. Одних частиц в другие. И, понятно, уже дорога была проторена, и все стали говорить, значит, должен быть шестой. И стали искать шестой. И вот в конце прошлого века был найден шестой кварк. Его назвали Т, или ТОП, или ТРУС. И вот появилась система из шести кварков. Теперь мы говорим, что их шесть. Но когда их стало шесть, можно было уже думать не просто о том, что все частицы из них строятся, можно было уже думать о собственной классификации самих кварков, раз их шесть. И тут оказалось очень любопытное свойство. Что эти кварки группируются в пары. Первая пара – это У и Д кварки, которые с самого начала были. Вторая пара – это С и С кварк, или С и С, правильнее сказать. И третья пара – это ТОП и БОТОМ. И вот эти пары кварков, оказалось, обладают абсолютно идентичными свойствами. Каждая пара. Единственное, что их отличает, что каждая следующая пара, она тяжелее предыдущей. А в остальном они абсолютно одинаковы. И тогда родилась идея, что на самом деле мы имеем дело, ну как бы то, что получило название поколение. Может быть, не самое удачное слово. Иногда по-английски используют слово «фэмили», то есть семья. Ну как бы есть три семьи, или три поколения. Вот первые кварки – это первое поколение, вторая пара – второе поколение, третья пара – это третье поколение. И они абсолютно идентичны, только одно поколение как бы старше другого. Ну, на языке физики старше означает, в данном случае, тяжелее. То есть вот есть три поколения. Возникает вопрос, почему, собственно, нам нужно три поколения? Из чего состоит мир, который мы с вами видим? Он состоит из протонов и нейтронов. Больше ничего нет. Ну, есть еще электрон, но про электрон я пока не говорю, я говорю про кварки. Так вот, есть протон и нейтрон. А зачем понадобилось еще два кварка, а потом еще два кварка? Эта загадка остается. Весь видимый мир, вот то, что мы с вами видим, на чем мы сидим, где мы ходим, воздух, в котором мы дышим, вообще все, что мы наблюдаем вокруг себя, звезды, что хотите. Состоит из двух кварков. Точнее говоря, состоит из протонов и нейтронов, которые сделаны из двух кварков. Кстати сказать, очень интересно, как эти кварки, какие свойства этих кварков. Ну вот, скажем, у протона есть электрический заряд. В единицах электрона этот заряд плюс один. У нейтрона заряда нет. У кварка, если они образуют протоны и нейтроны, должен быть электрический заряд, чтобы в сумме получился нужный заряд. Значит, поскольку протон состоит из трех кварков, то весьма естественно предположить, что электрический заряд кварка кратен одной трети. Вот так мы выбираем. Заряд, электрический заряд у кварка, две трети, д кварка минус одна треть. Значит, протон как получается? УУД две трети плюс две трети, минус одна треть, получается плюс один. А как нейтрон делается? УДД две трети, минус одна треть, минус одна треть, получается ноль. Вот все барионы, а барионы это сильно взаимодействующие частицы, имеющие полуцелый спин. То есть спин одна, вторая, три вторых и так далее. Вот все барионы, они состоят из трех кварков. Каждый кварк имеет спин, одна вторая, вот из трех этих самых половинок набирается полуцелый спин бариона. И соответственно, мы всегда строим комбинации из трех кварков. А вот мизоны, так называемые, они имеют спин ноль, поэтому они строятся из двух кварков, скажем, со спином либо плюс половинка, либо минус половинка. Вот, например, известный пимизон. Пимизон это переносчик ядерных сил. Он имеет спин ноль, а заряд у него бывает либо плюс один, либо минус один, либо ноль. Он состоит из двух кварков. Ну, как это сделать? Ну, например, взять УД, У или анти-Д. Добыл я сказать, наверное, что у всех частиц есть античастицы. Также у кварков есть античастицы. Античастицы имеют противоположный электрический заряд. Вот если мы возьмем, скажем, У кварки анти-Д-кварк. У кварка заряд две трети, у Д-кварка минус одна треть, соответственно, у анти-Д плюс одна треть, значит, две трети плюс одна треть, получается единица. Вот получается Пи плюс мизон. И так все остальное. Вот таким образом из кварков с дробными зарядами строятся все наблюдаемые элементарные частицы. Лептоны. Легкие, слабо взаимодействующие частицы. Один из лептонов мы хорошо знаем. Это электрон. Частица, которая была открыта одной из первых более ста лет назад. Электрон — это та самая частица, которая течет в проводах, когда там есть электрический ток. Оказалось, что электрон — это не единственная частица из этого семейства лептонов. Вскоре после электрона была открыта другая частица, которая получила название меон. Она оказалась почти полной копией электронов, только в 200 раз тяжелее. Вообще электрон является самым легким заряженным лептоном. Если его массу измерять в единицах, которые приняты в физике элементарных частиц, а это энергетические единицы, следует это из формулы Эйнштейна, что энергия покоя равняется массе умножить на квадрат скорости света. Поэтому массу обычно измеряют в энергетических единицах. Масса электрона равняется половине миллиона электрона вольт. Меон в 200 раз тяжелее. Следующая частица, которая была открыта из семейства лептонов, это тау-лептон, она еще более тяжелая. Надо сказать, что все эти три заряженные частицы являются почти точными копиями друг к другу. У них совершенно одинаковые свойства, электрические заряды, и вообще ведут они себя одинаково, но отличаются только массой. Но оказалось, что эти три частицы не исчерпывают всего семейства лептонов. Во время распада вместе с электронами рождается еще одна неуловимая частица. Сначала было непонятно, куда девается недостающая энергия. И потом Паули предложил, что она уносится нейтральной легкой частицей, которую Ферме предложил назвать словом нейтрино, то есть маленький нейтрончик. Так в физику вошло нейтрино. В нейтрино очень маленькая масса и нет электрического заряда. Она не принимает участия в сильных взаимодействиях, ее очень трудно обнаружить. Тем не менее, она рождается в слабых взаимодействиях. Так вместе с электроном рождается электронная нейтрино. А что рождается вместе с мионом? Тоже рождается нейтрино. И сначала думали, что эти две частицы просто одинаковы. Но потом выяснилось, что нет, они отличаются друг от друга. И тогда решили, что каждый электрон, по всей вероятности, входит вместе с своим партнером. Электрон с электронным нейтрино, мион с мионом нейтрино, а тау с таонным нейтрино. Кстати сказать, таонная нейтрино была открыта в 2000 году. И это последняя частица из стандартной модели, которую мы знаем, которая была открыта в прошлом веке. Так вот, тем самым у нас получается шесть лептонов, три заряженных и три нейтральных. Все эти лептоны удовлетворяют одному и тому же уравнению. Обычно это называется уравнением Дерака. Ему удовлетворяют частицы со спином 1,2. Кварки, как частицы со спином 1,2, тоже удовлетворяют уравнению Дерако. Но с нейтрино история сложнее. Дело в том, что у нейтрино нет электрического заряда. А если у частицы нет электрического заряда, то она могла бы удовлетворять и другому уравнению. И такое уравнение существует. Оно называется майорановским уравнением в честь итальянского физика Эйторе Майорана. Так вот, какому уравнению удовлетворяет нейтрино? Дераковскому или майорановскому? Или, по-другому говоря, является ли нейтрино Дераковской частицей или майорановской частицей? В чем разница? Разница состоит в том, что если частица является майорановской, то она является античастицей самой себе. Это значит, что две такие частицы, встретившись во Вселенной, могут взаимно аннигилировать. Если же это Дераковская частица, то этот процесс невозможен. Чтобы понять, как же на самом деле устроена нейтрино, какому уравнению она удовлетворяет, нужно провести эксперимент и проверить, происходит ли вот такая взаимная аннигиляция двух нейтрино. Такой эксперимент сейчас проводится. Называется это безнейтринный двойной бета-распад. И пока результат такой, что мы не можем ответить на вопрос, является ли нейтрино Дераковским или майорановским. Вероятно, в будущем мы найдем ответ на эту загадку. Чем же замечательные нейтрино помимо этого? Дело в том, что все кварки, лептоны и другие частицы во время взаимодействия они переходят друг к другу. Кварки одного сорта переходят в кварки другого сорта, лептоны одного сорта переходят тоже в лептоны другого сорта. Эти процессы мы наблюдаем. Но с нейтрино особая статья. Дело в том, что вот такой переход частиц одного сорта в другой обычно происходит на расстояниях, которые совершенно невозможно экспериментально заметить. Но если частица очень легкая, а нейтрино предположительно очень легкая, то эти расстояния становятся заметными и достигают уже макроскопических масштабов, метров или даже километров. И вот оказывается, что происходит то, что обычно называют явлением осцилляции, когда нейтрино распространяется в среде, и мы сначала наблюдаем один сорт нейтрино, а через некоторые расстояния, например, от реактора, если нейтрино рождается в реакторе, а через какое-то расстояние от реактора, мы видим, что количество сортов данного нейтрино убывает, зато появляется нейтрино другого сорта. Этот закон описывается синусом, функцией синус. То есть происходит такое колебание одного сорта нейтрино и другого. Этот эффект называется эффектом нейтринных осцилляций. Я уже говорил, что с другими частицами мы этого не наблюдаем, потому что расстояния, которые там, где происходят осцилляции, являются совершенно микроскопическими. Они обратно пропорциональной массе. А в данном случае масса очень мала, поэтому расстояния большие. Так вот, такие нейтринные осцилляции были экспериментально обнаружены. Надо сказать, что переход частиц одного сорта в другой невозможен, если частица безмассовая. Это происходит только тогда, когда у частиц есть масса. Поэтому нейтринные осцилляции нам недвусмысленно указывают на то, что нейтрины являются массивными частицами, хотя масса эта чрезвычайно мала. Интересно, что мы до сих пор не знаем, какова эта масса, потому что нейтринные осцилляции подтверждают сам факт наличия этой массы и позволяют измерить только разность масс между различными нейтрина, но не позволяют измерить абсолютную шкалу масс. Поэтому какова масса нейтрина, это тоже до сих пор остается загадкой. Мы надеемся, что другие эксперименты, которые чувствительны уже к самой массе, позволят ответить на этот вопрос. Эксперименты с поисками нейтрина всегда очень сложны. Это объясняется тем, что нейтральная частица практически не взаимодействия со средой. Вот те нейтрины, которые летят от Солнца, пронизывают Землю, и мы этого совершенно не ощущаем, поскольку взаимодействие очень слабое. Мы практически прозрачно для нейтрины. Поэтому очень трудно зарегистрировать взаимодействие этой частицы. Для того, чтобы это сделать, детекторы должны иметь огромнейший объем, чтобы повысить вероятность взаимодействия нейтрина с какой-либо частицей этого огромного объема. Для этого специально создаются подземные лаборатории. Подземные, потому что нужно попытаться заградить эксперимент от космического фона, от тех частиц, которые прилетают к нам из космоса. То есть, тем чище лаборатория, тем больше вероятность, что мы сможем зарегистрировать интересующие нас события. И вот в таких подземных лабораториях создаются большие установки, в которых пытаются зарегистрировать сигналы от нейтрина. Вот как пример можно привести так называемую лабораторию Супер Камиоканда, которая находится в соляной шахте недалеко от японской деревни Камиоко. Это такая бочка размером 40 метров высотой и 15 метров в диаметре наполненная чистейшей водой и все стенки ее занимают фотоумножители. Вот любой сигнал, который там произойдет в этом объеме колоссальном, он потом будет передаваться через фотоумножители на детектирующее устройство. Вот такого примерно размера установки делаются под землей, которые способны задетектировать нейтрины. Что же удалось задетектировать? Оказалось, это очень интересно. Прежде чего детектируется сигнал от нейтрина, приходящим к нам из Солнца. Долгое время была загадка, что согласно моделям Солнца к нам должно прилетать определенное количество электронных нейтрина, а к нам прилетает их гораздо меньше. Думали, что наверное что-то неправильно в нашем понимании. А потом загадка была разгадана. Оказалось, что явление нейтринных осцилляций все объясняет. Часть нейтрины, которые летят к нам из Солнца, электронные нейтрины, превращаются в мионные нейтрины, поэтому число электронных нейтрины оказывается меньше. Вот таким явлением осцилляции явление солнечных нейтрины было объяснено. Но есть и другие нейтрины. Есть нейтрины, которые прилетают нам из космических лучей. Как правило, это мионные нейтрины. И этих мионных нейтрины тоже оказалось не столько сколько надо. И опять явление осцилляции позволило объяснить, почему количество мионных нейтрины не соответствовало нам исходным ожиданиям. В настоящий момент есть несколько источников нейтрины. Есть так называемые солнечные нейтрины, есть космические нейтрины, есть нейтрины от ядерных реакторов. Но тем не менее все это нейтрины трех сортов. Это электронная нейтрина, мионные нейтрины и таонные нейтрины. Но оказалось, что все они осциллируют, то есть перепутываются друг с другом, и вообще говоря, нужно как-то суметь все это распутать. Оказалось, что все эти перепутывания описываются определенным числом углов, тремя углами. Ну как обычные углы поворотов. Так вот эти три угла сейчас экспериментально измерены. И оказалось, что все эксперименты и по солнечным, и по атмосферным, по реакторным нейтрино хорошо описываются стандартной моделью с некой матрицей поворотов. Эта матрица, кстати, получила название матрица Пантекорва Маки Накагава Саката. Здесь есть один итальянский физик, который работал в Советском Союзе Бруно Пантекорва, и три японских физика. Вот в кварковом секторе тоже есть такая матрица. Ее обычно называют матрицей Кабиба Кабояши Москава. Тоже один итальянский физик и два японских. Вот аналогия между кварковым и лептонным сектором проявилась и здесь. Есть смешивание ароматов, как это принято говорить, в кварковом секторе, и в точности такое же смешивание ароматов в лептонном секторе. Вот эти две матрицы смешивания объясняют все переходы кварков или лептонов одного сорта, кварки или лептоны другого сорта, ну и в частности объясняют все явления нейтринных осцилляций. Сейчас все эти углы хорошо померены, все соответствуют ожиданиям, и остается еще одна небольшая загадка, это фаза, которая есть в этой матрице. Ну, если кто знает, что такое комплексное число, то у комплексного числа есть модули фаза, так вот фаза, которая есть в этой матрице, еще до сих пор не очень хорошо известна, хотя тоже экспериментально измеримая величина. Тем самым картина, которая вырисовывается, выглядит так. У нас есть три поколения кварков и три поколения лептонов. Первое поколение это верхний и нижний кварки, электронные и электронные нейтрины, второе поколение очарованный кварк, странный кварк, мионы, мионные нейтрины, третье поколение верхний кварк, нижний кварк, таон и таонные нитрины. Вот это три поколения. Получается такая полная аналогия между лептонами и кварками. Интересно только, зачем нужны эти три поколения? Это загадка, которую еще предстоит ответить. Но вот три поколения кварков и лептонов представляют собой основу современной модели элементарных частей. Надо сказать, что нейтрино, которая присутствует в лептонном секторе, играет очень важную роль в космологии. Дело в том, что нейтрино это стабильная частица, и как стабильная частица, ей просто не на что распасться, нет более легкой частицы, она существует с тех пор, как родилась в ранней вселенной. И свойства ранней вселенной и вообще свойства современной вселенной очень сильно зависит от того, сколько сортов нейтрино в этой вселенной присутствует. Так вот, распространение тяжелых элементов во вселенной, микроволновой фон вселенной и многие другие факты свидетельствуют о том, что число нейтрино по всей вероятности равно трем. Это значит, что число и поколений равно трем, если говорить о кварк-лептонной симметрии и говорить о поколениях. Правда, небольшая загвоздка еще осталась. Не исключено, что помимо трех поколений существует еще нейтрино, который не принимает участие ни в каких взаимодействиях, ни в электромагнитном, ни в сильном, ни в слабом. Такие нейтрино называют стерильными. Вот окошечко экспериментальное для стерильных нейтрино до сих пор еще осталось. Возможно, ближайшие эксперименты позволят ответить нам на вопрос, есть стерильный нейтрино или нет стерильных нейтрино. Если нет, то кварк-лептонная аналогия будет полнейшей. Если есть, значит, все-таки нейтрино преподносит нам новые загадки. Симметрия. Оказалось, это важнейшее понятие физико-элементарных частиц. С точки зрения математики, по сути дела, физико-элементарных частиц это теория симметрии. С другой стороны, бытовое понятие симметрии всем должно быть очень хорошо знакомо. Симметрия вообще это какая-то похожесть или неизменность чего-то при преобразовании. Ну вот, например, человеческое тело. Вот мы смотрим на человека. Он симметричен относительно отражения по отношению к оси, проходящей через центр тела. Левая часть тела и правая часть тела одинаковы. Вот симметрия. Простейшая симметрия отражений. Но мы знаем, что сердце слева, значит, симметрия неполная, значит, она только видимая. Но тем не менее, если вот не говорить о внутренности человека, то это пример симметрии. Другой пример из бытовой, другой бытовой пример. Вот снежинка. Снежинки очень красивые. Они там шестигранные или восьмигранные. Нет, кажется, таких не бывает. Но тем не менее, они всегда обладают какой-то очень красивой симметрией. Что значит симметрии? Что если вращать снежинку, то ничего не изменится. Но только нужно вращать не на произвольный угол, а, соответственно, на такой угол, чтобы снежинка совпала сама с собой. Значит, есть, как говорят, группа инвариантности снежинки. Вот такие группы инвариантности есть в физике везде. Причем, значит, если строго формулировать понятие симметрии, то это неизменность чего-либо при конкретных преобразованиях. Вот про человеческое тело мы говорим об отражении относительно оси. Для снежинки мы говорим о вращении вокруг оси. Оказывается, что все преобразования можно классифицировать. Это называется теорией групп. И различные группы играют очень важную роль в физике частиц. При этом преобразования могут быть как непрерывные, когда параметр просто произвольное число, а могут быть, так называемые, дискретные, и когда мы, вот скажем, поворачиваем только на конкретный угол. Не просто вращаем, а вот поворачиваем на угол, скажем, пи пополам, или пи на три, или пи на шесть. Это дискретные преобразования. Отражение человеческого тела – это тоже дискретные преобразования, потому что мы просто левое изменяем на правое. Вот когда мы смотрим в зеркало, и мы видим там отображение, это тоже преобразование отражения. Стоит сказать, вы же знаете, что если смотреть в зеркало, то левая рука становится правой, а правая — левая. Есть одинаковость, тогда зеркальный мир совпадает с нашим миром. Если же у нас как бы отличаются руки, то у нас не совпадают миры. Вот, например, сердце — это уже сердце у человека в зеркале с другой стороны, значит, у нас нет полной симметрии с зеркальным миром. Все это проявляется и в физике частей. Если говорить о дискретных преобразованиях, то самое популярное преобразование — это отражение пространства, то есть изменение направления в пространство. Вот теории, которые описывают физику элементарных частиц, они, как правило, инвариантны, то есть неизменны относительно отображения пространства. Есть отображение времени — это другое преобразование. Мы знаем, что в обыденной жизни нельзя время повернуть вспять. Время течет только в одном направлении. А вот физика частиц можно. Физика частиц, как правило, формулируется так, что время можно обратить. Другое преобразование — изменение знака электрического заряда. Вот мы возьмем и заменим знаки электрических зарядов у всех частиц. Электроны будут иметь положительный заряд, протоны — отрицательный заряд и так далее. Спрашивается, изменится мир при этом или нет. Какие-то элементы из мира не изменятся, а какие-то изменятся. Это тоже симметрия, она не точна. Есть непрерывные симметрии. Ну вот, скажем, из квантовой механики известно, что существует так называемая волновая функция — это комплексное число. У нее есть модули фаза. Вот, оказывается, фазу можно непрерывно менять, и при этом величины наблюдаемые не изменятся. Значит, есть симметрия относительно измерения фазы. Фазу можно менять непрерывно. Это непрерывная симметрия или фазовая симметрия. Оказывается, что со всякой симметрией связаны законы сохранения. Что-то должно сохраняться, если есть симметрия. Ну вот, фазовая симметрия приводит к сохранению электрического заряда. Вот, казалось бы, абстрактное преобразование объясняет, почему электрический заряд сохраняется. Есть другие примеры. Получается, что если найти симметрию, то можно найти свойства теории. Или наоборот, нужно сформулировать теорию так, чтобы она обладала определенной симметрией. Тогда будут соблюдаться те принципы, которые мы в нее закладываем. Принципы, которые лежат в основе специальной теории относительности, связаны с неизменностью физических явлений при изменении системы отсчета. Значит, мы должны заложить в теорию симметрию относительно изменения системы отсчета. Это обычно называется Лоренсон-Вариантность. То есть, это симметрия, которая меняет систему отсчета или меняет координаты в пространстве. Вот, получается, что построение любой физики элементарных частиц должно обладать большим количеством всевозможных симметрий. И это очень ограничивает построение теории и в то же время подсказывает нам, как правильно строить теорию. Когда физика элементарных частиц стала развиваться, было обнаружено, что существует еще много других симметрий, ранее нам неизвестных. Вот, например, интересное свойство кварков. Оказалось, что кварки, которые образуют адроны, являются фермионами и тем самым не могут одновременно находиться в основном состоянии с одинаковой энергии. Потому что при перестановке их местами будет меняться знак волновой функции, и если они совершенно идентичны, то волновая функция будет равняться нулю, никакого адрона не будет. Эту проблему решили введением цвета, так называемого кварков. Цвет — это условное понятие, можно было взять любое слово. И постулировали симметрию относительно того, что можно цвет менять непрерывно каким угодно образом. Эта симметрия находит математическое воплощение в виде так называемой специальной унитарной группы с тремя цветами. И поэтому теория кварков строится так, чтобы она была инвариантна относительно вот этой самой группы. Оказалось, что наличие симметрии не только приводит к сохранению заряда, ну в данном случае с кварками сохранение цветного заряда, но и говорит о том, какие взаимодействия между этими частицами. Вот современная теория унитарных частиц — это, по сути, теория симметрии. Часто очень говорят, что стандартная модель основана на трех группах симметрии. Все эти группы очень похожи друг на друга. Это специальные унитарные группы. Это группа SU3, SU2 и O1. Так они обозначаются в математике. Так вот, всякая теория, она должна, соответственно, удовлетворять определенным симметриям. Если говорить о современной теории элементарных частиц, то помимо вот этих трех групп симметрии, которые я назвал, существуют еще дискретные симметрии, которые я тоже упоминал. Это отражение времени, отражение пространства, замена частицы на античастицу. А также есть Лоренц-инвариантность — это инвариантность относительно изменения системы отсчета. Вот современная теория элементарных частиц, она всеми этими симметриями обладает. И, как я уже сказал, наличие симметрии не просто определяет, какие там есть частицы, но оно еще определяет, как они между собой взаимодействуют. Вот оказывается, что наличие фазовой симметрии, которую я говорил, обеспечивает сохранение электрического заряда. Так вот, одновременно эта симметрия приводит к появлению фотона или обычного света, который является переносчиком электромагнитных взаимодействий. А вот, скажем, наличие цветной симметрии кварков приводит к тому, что существуют специальные частицы, которые являются переносчиками сильных взаимодействий кварков. Эти частицы получили название глеонов от слова «глюк» — клей. То есть симметрия, по сути, определяет всю физику элементарных частиц. Иногда даже так говорят, что неважно, как вы формулируете теорию, главное, какой симметрии эта теория обладает. Симметрии могут быть неточными. Это очень интересная ситуация, когда симметрия немножко нарушается. Здесь опять же полная аналогия с человеческим телом. Вроде как есть лево-правая симметрия, но один глаз может немножко там косить, или одно ухо может быть чуть-чуть не таким, как другое, и лево-правая симметрия чуть-чуть нарушается. Вот физико-элементарных частиц существует такая же ситуация. Некоторые симметрии являются нарушены. Как пример, вот скажем, симметрия относительно отражения пространства и времени совершенно не нарушается электромагнитными взаимодействиями и совершенно не нарушается сильными взаимодействиями. А вот слабые взаимодействия нарушают эту симметрию. Обычно пространственную симметрию называют буквы P, а вот с асимметрию относительно отражения времени буквы T. Асимметрию относительно замены частицы на античастицу называют буквы C. И вот существует даже такая теорема, ее называют CPT-теоремой, о том, что теория элементарных частиц должна быть инвариантна относительно CPT-преобразования. Оказалось, что сильные электромагнитные взаимодействия инвариантны относительно всех этих преобразований по отдельности, а вот слабых взаимодействий нет. Сначала было понято, что четность, то есть отражение пространственных симметрий не сохраняется. Потом было обнаружено, что и зарядовая симметрия не сохраняется. И было введено понятие комбинированной симметрии, когда мы заменяем пространство, отражение пространства и заменяем частицу на античастицу. У Феймана в лекциях даже есть замечательная фраза, что позитрон, это античастица к электрону, это электрон, который пятится назад по времени. Это действительно так. Но в дальнейшем было обнаружено, что и эта симметрия нарушается. Это очень интересное явление физики элементарных частиц, что в слабых взаимодействиях нарушается и вот эта комбинированная симметрия. И только комбинирование всех трех симметрий С, П и Т не нарушается. Еще один пример нарушенной симметрии это то, что всякая симметрия всегда приводит к тому, что частицы должны иметь нулевую массу. Те частицы, которые ответственны за взаимодействие. Фотон имеет нулевую массу, симметрия не нарушена. Глеон имеет нулевую массу, симметрия не нарушена. А вот в слабых взаимодействиях частицы, переносящие эти взаимодействия, их называют промежуточные векторные бозоны, они не имеют ни нулевую массу. Это значит, что симметрия должна быть нарушена. Это совершенно отдельная интересная тема о том, как нарушается симметрия физики частиц, как нарушается симметрия слабых взаимодействий. Обычно это называют словом спонтанное нарушение симметрии. То есть симметрии могут быть нарушены, то есть быть неточными симметриями. Тем не менее, даже если симметрия является нарушенной, все равно часть ее остается и определяет, по сути дела, конфигурацию всей теории. Интересно, что ответить на вопрос, какая симметрия, иногда бывает сложнее, чем найти какую-нибудь частицу, потому что эту симметрию не всегда удается легко разглядеть. Недаром успех физики адронов и классификация адронов был связан с тем, что была найдена симметрия, ее тогда называли СУ3, симметрия, которая позволила классифицировать все частицы. Современное развитие физики частиц тоже связано с новыми симметриями. С одной стороны, это симметрия между кварками и лептонами, которая, возможно, тоже выражается в виде такой математической формулы, которая пока не найдена. А с другой стороны, появление совершенно новых идей симметрий. Ну, например, симметрии между частицами целого и полуцелого спина. Это называются частицы бозона и фермиона. Вот симметрии между бозонами и фермионами. Такая симметрия получила название суперсимметрия. Если теория обладает суперсимметрией, то это означает, что каждый бозон в теории имеет своего партнера фермион. Ну, вот примерно так же, как электрон имеет своим партнером нейтрино, а вот здесь это связано с группой СУ2, а здесь электрон должен иметь своим партнером какую-то скалярную частицу. Такие частицы пока в природе не обнаружены, поэтому является ли это симметрией, правильной симметрией природы или нет, неизвестно. Однако это является сейчас предметом самых интенсивных поисков и в неком смысле является задачей номер один современных коллайдеров. Со школьной физики мы сталкиваемся с понятием силы. Силы бывают разные. Есть сила притяжения, есть сила трения, есть сила качения, есть сила упругости. Существует множество разных сил. Надо сказать, что не все из этих сил являются фундаментальными. Часто очень силы являются вторичным явлением. Ну, вот, например, сила трения является вторичным явлением. На самом деле, это взаимодействие молекул. И даже и взаимодействие молекул может быть вторичным. Вот, например, в молекулярной физике есть силы Вандервальса. Эти силы являются вторичным следствием электромагнитных взаимодействий. Хочется докопаться до самой фундаментальной силы. Что же является фундаментальными силами в природе, которые определяют все, из которых строятся все эти вторичные силы? Ну вот электромагнитные силы или электрические силы являются такими фундаментальными взаимодействиями, как мы их понимаем сейчас. Ну скажем, закон Кулона, известный еще со школьной физики, это фундаментальный закон, но он не имеет свое обобщение, он вытекает из уравнений Максвелла. Уравнение Максвелла вообще описывают все электрические и магнитные силы в природе, поэтому вот электромагнитные взаимодействия являются фундаментальными силами природы. Другой пример фундаментальной силы природы это тяготение. Опять же известен со школы закон всемирного тяготения Ньютона, который теперь уже получил обобщение в уравнении Хейнштейна. Сейчас у нас есть теория тяготения Эйнштейна. Сила тяготения это тоже фундаментальное взаимодействие в природе. И когда-то казалось, что только вот эти двое фундаментальных сил существуют. Но впоследствии поняли, что нет, это не так. В частности, атомное ядро, когда оно было открыто и возникла проблема понять, почему же частицы удерживаются внутри ядра и не разлетаются, было введено понятие ядерных сил. Эти ядерные силы были измерены, поняты, описаны. Но впоследствии оказалось, что они тоже не фундаментальны. Что ядерные силы в некотором смысле напоминают силы Вандервальса. Истинно фундаментальными силами, обеспечивающими сильное взаимодействие, являются силы между кварками. Кварки взаимодействуют друг с другом, и как вторичный эффект друг с другом взаимодействуют протоны и нейтроны в ядре. Фундаментальным взаимодействием является взаимодействие кварков с помощью обмена так называемыми глионами. Итак, это третья фундаментальная сила в природе. Но и тут история не заканчивается. Оказывается, что распады частиц, а частицы распадаются, все тяжелые частицы распадаются на более легкие. Так вот, распады элементарных частиц описываются новым взаимодействием, которое получило название слабого взаимодействия. Слабого потому, что сила этого взаимодействия заметно слабее, чем электромагнитные сильные. Но оказалось, что та теория слабого взаимодействия, которая первоначально существовала и очень хорошо описывала все распады, плохо работала при повышении энергии, и она была заменена на новую теорию слабого взаимодействия, которое оказалось совершенно универсальной и построенной на том же самом принципе, на каком построены все остальные взаимодействия. В современном мире есть четыре фундаментальных взаимодействия. Про пятое я еще тоже скажу. Так вот, эти четыре фундаментальных взаимодействия, электромагнитное, сильное, слабое и гравитационное, строятся на одном принципе. Принцип этот состоит вот в чем. Сила между частицами возникает за счет обмена некоторым посредником, переносчиком взаимодействия. Электромагнитное взаимодействие строится на основе обмена квантом света или квантом электромагнитных волн. Это фотон. Фотон — это безмассовые частицы, ею обмениваются заряженные частицы, и за счет этого обмена возникает взаимодействие между частицами, силы между частицами. Закон Кулона тоже так описывает. Другое взаимодействие — сильное. Там тоже есть посредник, там тоже есть частица, которая обменивается к варке. Эти частицы называются глюоны, их восемь штук. Это тоже безмассовые частицы. Третья частица. Третье взаимодействие — это слабое взаимодействие. И здесь тоже посредником выступают частицы, которые называются промежуточные векторные бозоны. Эти частицы, их три штуки, но они массивные. То есть они довольно тяжелые. С этой массой, тяжестью этих частиц и объясняется, почему слабое взаимодействие такое слабое. Четвертое взаимодействие — это гравитационное. И оно осуществляется путем обмена квантом гравитационного поля. Его называют гравитон. Кстати сказать, этот гравитон пока экспериментально как бы не обнаружен. Квантовую гравитацию мы пока не вполне ощущаем. И не вполне умеем описывать. Итак, все взаимодействия — это акт обмена некоторыми частицами. Здесь мы возвращаемся к понятию симметрии. Всякое такое взаимодействие связано с симметрией. Симметрия говорит о том, сколько таких частиц и какова у них масса. Если симметрия точная, масса нулевая. У фотона масса ноль, у глиона масса ноль. Если симметрия нарушена, масса ненулевая. У промежуточных векторных бозонов масса ненулевая. Там симметрия нарушена. Гравитационная симметрия не нарушена. У гравитона тоже масса ноль. Вот есть четыре фундаментальных взаимодействия. Они, собственно, объясняют все, что мы видим. Все остальные силы — это и есть просто вторичный эффект этих взаимодействий. Но в 2012 году была обнаружена новая частица, которая стала очень знаменитой. Это так называемый Хиггсовский бозон. Хиггсовский бозон тоже является переносчиком взаимодействия между кварками и между лептонами. Поэтому сейчас, наверное, уместно говорить о том, что появилась пятая сила, переносчиком которой является Хиггсовский бозон. Здесь тоже симметрия нарушена. Хиггсовский бозон является массивной частицей. Тем самым число фундаментальных взаимодействий в физике частиц обычно употребляется слово «не сила, а взаимодействие». Число фундаментальных взаимодействий достигло пяти. Есть ли новые взаимодействия? На самом деле мы этого не знаем. В стандартной модели физики элементарных частиц других взаимодействий нет. Есть только вот эти пять. Но не исключено, что та модель, которую мы сейчас рассматриваем, и которая так прекрасно описывает все экспериментальные данные, все явления, которые мы наблюдаем в мире, возможно, все-таки эта модель не полна. И тогда, возможно, появятся какие-то еще новые силы и новые взаимодействия. Ну, например, если существуют так называемые суперсимметричные частицы, то есть если существует новая симметрия в природе, эта новая симметрия в природе повлечет за собой появление новых частиц, которые являются посредниками между другими частицами, и тем самым возникнет новая фундаментальная сила в природе. Поэтому эта возможность до сих пор остается. Вот интересно, что всякое новое взаимодействие всегда приводит к какому-то новому явлению. Вот, скажем, если бы не было слабого взаимодействия, не было бы распада. Не было бы распада, мы бы не наблюдали ядерной реакции. Не было бы ядерных реакций, не светило бы солнце. Не светило бы солнце, на Земле не могла бы существовать жизнь. Так что вот наличие такого взаимодействия оказалось жизненно важно для нас. Не будет сильного взаимодействия, не было бы стабильных атомных ядер. Не было бы ядер, не было бы атомов. Не было бы атомов, не было бы нас. То есть оказалось, что все силы как-то вообще вроде как необходимы. Но вот электромагнитное взаимодействие, мы получаем энергию от Солнца. Это лучи света, которые прилетают к нам от Солнца. Это электромагнитное взаимодействие. Не будь его, Земля была бы холодной. Получается, все те взаимодействия, которые мы знаем, они для чего-нибудь нужны. Вот хексовское взаимодействие с хексовским бозоном обеспечивает массу частиц. Фундаментальные частицы получают массу за счет взаимодействия с полем хиггса. Тоже как бы без этого жизнь нельзя. Но про гравитационное взаимодействие я не говорю. Мы бы улетели с поверхности планеты. То есть получилось так, что все взаимодействия, которые есть в природе, которые сейчас открыты, они все являются жизненно важными для того, чтобы все, что мы понимаем и знаем, и мы сами, все существовало. А вот что было бы, если было бы какое-то новое взаимодействие, которое еще не открыто? Ну вот еще один пример. Вот протон в ядре стабилен. Очень важно, что он стабилен, иначе опять же не было бы жизни. Но экспериментально время жизни протона сейчас ограничено 10 в 34 степени лет. Это значит, что вообще-то говоря, нет никакого запрета, чтобы протон распадался. Но для этого нужна новая сила и новое взаимодействие. Есть теории, которые предсказывают распад протона. В них есть более высокая группа симметрии, и в них есть новые взаимодействия, которые мы не знаем. Так ли это? Это вопрос к эксперименту пока. Значит, все взаимодействия фундаментальные сейчас строятся, как я уже сказал, по единому принципу. И в этом смысле есть такое единство природы. Иногда возникает такой вопрос, нельзя ли объяснить каким-либо образом, сколько взаимодействий есть в природе? То есть, как бы понять причину, почему их вот 4 или почему их 5, а может быть еще есть больше. Существуют различные версии того, как можно было бы объяснить наличие определенного числа фундаментальных взаимодействий. Такие теории часто называют теориями великого объединения. Эти теории объединяют между собой различные виды взаимодействий как бы в одно. Это напоминает дерево растущее. Есть единый ствол, а потом дальше он ветвится, и получаются различные ветви. Вот идея состоит примерно в этом же, что есть единый такой корень всех взаимодействий, как бы единый ствол. А потом, в результате нарушения симметрии, этот ствол начинает ветвиться, и образуется несколько фундаментальных взаимодействий, которые мы экспериментально наблюдаем. Проверка этой гипотезы требует физики при очень высоких энергиях. Энергии, которые недоступны современному эксперименту и, вероятно, никогда не будут доступны. Но зато можно обойти эту проблему. В конце концов, у нас есть ускоритель. Естественно, это Вселенная. Некоторые процессы, идущие во Вселенной, позволяют нам проверить эти смелые гипотезы о том, что есть единый корень всех взаимодействий. Другая очень интересная задача в понимании взаимодействий в природе – это понять, как же гравитация соотносится со всеми остальными взаимодействиями. Гравитация стоит несколько особняком. Хотя принцип построения теории очень похож. В свое время Эйнштейн пытался построить единую теорию гравитации и электромагнетизма. Тогда это казалось весьма реальным, но теории так и не получилось. Сейчас мы немножко больше знаем. Мы знаем, что есть еще сильное взаимодействие, слабое взаимодействие. Поэтому, если сейчас строить какую-то единую теорию, казалось бы, надо включить и все эти остальные взаимодействия вместе. Но, тем не менее, такой единой теории до сих пор не созданы, и до сих пор нам не удается объединить гравитацию с остальными взаимодействиями. Все взаимодействия, кроме гравитации, подчиняются законам квантовой физики. Это квантовая теория. Все частицы — это кванты определенного поля. Квантовой гравитации пока такой не существует, пока ее создать не удается. В чем причина? Что мы делаем не так? Что мы пока не понимаем? Все это остается пока загадкой. Но количество фундаментальных взаимодействий, которые уже открыты, говорит о том, что, вероятно, какая-то единая схема существует. Симметрии играют очень важную роль в физике элементарных частиц. С помощью симметрии мы классифицируем частицы. И с помощью симметрии мы даже предсказываем, какие взаимодействия существуют. Дело в том, что известные переносчики всех видов взаимодействий — сильного, слабого и электромагнитного — являются частицами, которые продиктованы симметрией. Их еще называют иногда калибровочные поля. Это связано с тем, что группы симметрии в физике элементарных частиц называются калибровочными группами. Это группы, которые зависят от пространственно-временной точки. Или, как иногда принято говорить, локальные симметрии. Так вот, эти локальные симметрии, по сути дела, определяют весь облик теории элементарных частиц. В то же время симметрии иногда бывают неточными. Или, как мы иногда говорим, нарушенными. Что это означает? Это означает, что какие-то существуют или взаимодействия, или какие-нибудь слагаемые, входящие в модель, которые не обладают свойством симметрии или симметрию нарушают. Нарушения симметрии вообще бывают двоякими. Это относится не только к физике элементарных частиц. Бывает явное нарушение симметрии. Ну, когда что-то такое явно выпадает из симметрийных свойств. А бывает, когда в целом вся система остается симметричной. Ну, скажем, если что-то описывается уравнениями, уравнения могут оказаться симметричными. Или просто внешний вид оказывается симметричным. А какие-нибудь начальные или граничные условия этой симметрии не обладают. В таком случае принято говорить о спонтанно-нарушенной симметрии. Что это более точно означает? Ну, давайте рассмотрим такой пример. Скажем, рассмотрим бутылку с выпуклым донышком. Если эта бутылка стоит вертикально на столе, то она обладает симметрией вращения относительно оси, проходящей через ее центр. Для того, чтобы вы повернете бутылку, ничего не изменится. Теперь представим, что вы слегка наклонили бутылку. Теперь уже симметрия потерялась. Допустим, мы бросили внутрь бутылки горошину. Пока бутылка стояла вертикально, горошина попала на дно бутылки. И мы даже не можем сказать, в какое место она упадет. Потому что любое положение на донышке бутылки совершенно одинаково. С точки зрения потенциальной энергии энергия равна. И горошина может упасть в любое положение. Ну вот мы наклонили бутылку. Сразу симметрия нарушилась. И горошина, конечно, попадет в то место, где самая низкая энергия. Представим себе, что мы вернули бутылку в исходное положение. Опять симметрия восстановилась. Но горошина уже лежит в каком-то определенном месте. И само положение этой горошины нарушает симметрию. Вот мы получили пример спонтанного нарушения симметрии. Когда вся система по-прежнему симметрична, а начальное положение горошины эту симметрию нарушает. Другой пример. Представим себе, что у нас есть какой-то магнетик, который расположен в горизонтальной плоскости. И все положения этого магнетика совершенно одинаковы. И мы говорим о симметрии относительно изотропии, относительно, скажем, сдвигов или вращений в плоскости. Ну, допустим, мы наложили магнитное поле. Внутри магнетика образовались домены с выраженным магнитным полем. Они как бы диполи внутри магнетика выстроились по этому полю. И симметрия уже нарушилась. Уже магнетик неоднороден. Теперь, если мы выключим магнитное поле, домены останутся. То есть как бы в симметричной ситуации у нас возникнут условия, которые нарушают симметрию. Это другой пример спонтанного нарушения симметрии. Вот, казалось бы, какое все это имеет отношение, в особенности бутылка, к физике элементарных частиц? Оказывается, самое прямое. Дело в том, что в физике элементарных частиц существовала проблема. Проблема была связана с массами всех частиц. Точная симметрия, как правило, говорит о том, что частицы являются безмассовыми. Потому что массовые члены или массы, если ввести их в теорию, они симметрию нарушают. Ну вот, фотон, скажем, это безмассовые частицы. То, что фотон безмассовые частицы, это и есть следствие фазовой симметрии квантовой электродинамики. Глюон, частица сильных взаимодействий, тоже частица безмассовая. Это следствие симметрии сильных взаимодействий. А вот в слабых взаимодействиях, если бы симметрия была точной, тоже переносчики слабых взаимодействий были бы безмассовыми. Но мы знаем, что эти переносчики, их называют промежуточные векторные бозоны, W и Z, они очень даже массивные. У них очень большая масса, примерно в 100 раз превосходящая массу протона. Вот получается так, что симметрия запрещает массу этим частицам, а частицы обладают массой. Ну, казалось бы, можно было бы тогда отказаться от симметрии, но свойство симметрии в слабых взаимодействиях, оно экспериментально очень хорошо проверено и установлено, и, собственно, из экспериментальных данных эта симметрия родилась. Тогда спрашивается, как же разрешить это противоречие. С одной стороны, у частицы есть масса, а с другой стороны, симметрия запрещает эту массу, а симметрия правильна. Вот выход был найден путем использования механизма, который называется метод спонтанного нарушения симметрии. Для этой цели вводится некое скалярное поле, у которого потенциал в точности напоминает по форме ту самую бутылку, о которой я говорил. Иногда еще принято говорить о потенциале в форме мексиканской шляпы, что примерно то же самое. Так вот, если посмотреть на этот потенциал, то он, конечно, инвариантен относительно вращения вокруг центра. И точно так же, как на донышке бутылки, у потенциала есть такое низшее состояние, которое вырождено относительно вращений и минимум может находиться в любой точке. Но стоит нам полю придать какое-то классическое значение, или, как принято говорить в физике частиц, дать ему среднее значение или вакуумное среднее значение, как сразу же это эквивалентно тому, что мы на ободе этой бутылки или этого потенциала выбрали конкретное положение. Это конкретное положение сразу нарушает симметрию. При этом весь потенциал, вся теория, все уравнения остаются симметричными. То есть это как раз случай спонтанного нарушения симметрии. Что же это нам дает? А дает это нам вот что. Оказывается, если предположить, что поле, которое представляет собой квантовый объект, имеет классическую составляющую, постоянную, равную как раз вот этому самому среднему значению, то можно произвести простую операцию сдвига. Мы предположим, что поле равняется классической части плюс квантовое. И вот в таком виде подставим это в наше уравнение. И тогда оказывается, что калибровочные векторные бозоны, переносчики слабых взаимодействий, приобретут массу. И эта масса будет как раз пропорциональна вот этому самому среднему значению того классического поля, которое мы ввели. Более того, оказалось, что не только переносчики слабых взаимодействий нуждаются в такой помощи. Оказалось, что и кварки, и лептоны тоже не могли бы иметь массу, если бы симметрия не была бы нарушена. Это связано с тем, что теория слабых взаимодействий является лево-право-несимметричной. То есть, если заменить левое на правое, то теория изменится. Этого нет в случае электродинамики, этого нет в случае сильных взаимодействий. Поэтому в электродинамике и в сильных взаимодействиях электроны или кварки вполне могут иметь массу, не нарушая никакой симметрии. Но и кварки, и лептоны участвуют в слабых взаимодействиях. Поэтому требуется ввести еще массовый член, который инвариантен относительно и слабых взаимодействий. но он запрещен. И оказывается, что введение того самого поля, о котором я говорил, которое за счет своего среднего значения обеспечило массу WZ-бозоном, это же поле обеспечивает массу кварком и лептоном, и все они приобретают массу пропорциональной среднему значению этого поля. Вот этот механизм спонтанного нарушения симметрии был предложен сначала даже не в физике частиц, а в статистической физике, но потом перекочевал в физику частиц и позволил таким образом получить массу всем частицам без нарушения симметрии уравнений. Оказалось, однако, что здесь есть подводный камень. Подводный камень состоит в том, что, как было доказано эта теорема, что если произвести вот такое спонтанное нарушение симметрии, если придать полю среднее значение, не равное нулю, то в теории с неизбежностью возникает безмассовое состояние. В физике частиц это называется теоремой Голдстоуна, и эти безмассовые состояния называются голдстоуновскими бозонами по имени Голдстоуна, который предложил это. В статистической механике этим занимался Боголюбов и доказал соответствующую теорему, что возникает безмассовое состояние. Это все совершенно одинаковое явление, что в физике частиц, что в статистической механике. Так вот, оказалось, что мы с вами, решив одну задачу, придав массу частицам за счет спонтанного нарушения симметрии, породили другую проблему. Мы породили эти самые безмассовые голдстоуновские состояния, которых в природе нет. Как же решить эту вновь возникшую проблему? Оказалось, что здесь можно убить сразу двух зайцев. Оказалось, что существует механизм, который получил даже имя по имени авторов этого механизма. Называется он механизмом Браута, Энглера, Хиггса, который показали, что безмассовые голдстоуновские бозоны подсоединяются к векторным бозонам WZ-бозонам и вместе образуют массивную частицу. В результате в спектре отсутствуют полностью безмассовые состояния. Напомню, что исходно у нас были WZ-безмассовые, и голдстоуновские бозоны были безмассовые. Так вот вместе, в результате объединения, они пропадают, и возникают единые массивные векторные частицы, имеющие три степени свободы WZ-бозоны. Вот этот механизм получил экспериментальное подтверждение с открытием частицы, которая сейчас называется бозон Хиггса, поскольку частица была предсказана в работе именно самого Хиггса. Но механизм, повторяю, носит название трех авторов Браут и Энгвер-Хиггса, которые независимо в своих работах это предложили. Тем самым механизм спонтанного нарушения симметрии в физике частиц используется для того, чтобы все частицы, переносчики слабых взаимодействий WZ-бозоны, а также кварки и лептоны, то есть все частицы, которые участвуют в слабых взаимодействиях, приобрели массу. Поскольку при спонтанном нарушении симметрии нарушается не все симметрии, а нарушается только группа слабых взаимодействий, то соответственно и приобретают массу частиц, участвующих в слабых взаимодействиях. Те частицы, которые не участвуют в слабых взаимодействиях, массы не приобретают. Вот фотон остается безмассовым, глюон тоже остается безмассовым. На самом деле проблема, которая возникла в физике частиц, таким образом благополучно разрешилась, и единственное, что оставалось, это найти его подтверждение в виде открытия Хиггсского бозона, что и произошло в 2012 году. Тем самым механизм спонтанного нарушения симметрии, как механизм образования масс всех фундаментальных частиц, был экспериментально подтвержден. Надо, правда, заметить, что когда мы говорим о массах частиц, мы имеем в виду действительно WZ-бозоны, кварки и лептоны. Мы не имеем в виду частицы, которые составлены из кварков, то есть адроны. Вот, например, протон составлен из двух У-кварков и одного Д-кварков. Так вот, масса протона не получается в результате этого механизма. В результате этого механизма получается масса у составляющих частиц, у кварков. А масса составных частиц, она образуется из суммарной массы составляющих плюс энергия связи. В этом смысле наш с вами мир состоит из массивных частиц, большая часть массы которых состоит просто из энергии связи за счет сильных взаимодействий. Но исходные ингредиенты, кварки и лептоны, получили свою массу в результате спонтанного нарушения симметрии. Последняя треть двадцатого века знаменовалась тем, что была создана, подтверждена экспериментально, принята, увенчана Нобелевской премией, стандартная модель фундаментальных взаимодействий. Что это такое? Ну, прежде всего, это модель, которая описывает фундаментальные частицы материи и все их взаимодействия. Модель эта является моделью квантовой теории поля и формулируется как Лагранжево- квантовая теория поля. Это значит, что теория, которая описывается как квантовая механика полей, квантами которых являются элементарные частицы, и включает в себя все фундаментальные частицы материи. Таких частиц не так уж много. Это шесть кварков и шесть лептонов. Они участвуют в трех видах фундаментальных взаимодействий. Сильным, слабым и электромагнитным. Гравитационное взаимодействие в данном случае мы игнорируем в силу его малости, и оно не входит в стандартную модель. Итак, три вида взаимодействий и шесть типов частиц. У стандартной модели есть структура. Эта структура обычно связывается с группами симметрии. Три вида взаимодействий, три группы симметрии. Все эти группы относятся к одному и тому же классу. Это так называемые унитарные группы. Электромагнитные взаимодействия описываются группой симметрии У1, или унитарной группы с одним параметром. И, соответственно, одна частица переносчик электромагнитных взаимодействий — это фотон. У слабых взаимодействий группа симметрии СУ2 здесь уже есть три параметра, и, соответственно, есть три частицы переносчика слабых взаимодействий — это W и Z-бозон. Сильные взаимодействия описываются группой SU3. Здесь уже 8 параметров и, соответственно, 8 полей переносчиков взаимодействий, их называют глюонами. Это что касается переносчиков взаимодействий. Сами частицы материи тоже относятся к представлениям групп симметрии. С точки зрения группы сильных взаимодействий, а в них участвуют только кварки. Кварки выступают в стандартной модели в виде триплетов. То есть они имеют квантовые числа, приобретающие три значения. Часто это называют словом цвет, синий, красный, зеленый, скажем. В слабых взаимодействиях все частицы выступают в виде дублетов. Это тоже представление, низшее представление группы симметрии слабых взаимодействий. У нас существует верхний и нижний, кварки, электрон и нейтрино. Вот примеры двух дублетов. Интересно, что кварки и лептоны повторяют друг друга. Это называется поколением. Есть первое поколение, второе поколение и третье поколение стандартной модели. Вообще говоря, не очень даже понятно, почему природа выбрала три поколения. Есть первое поколение частиц, из которых состоит весь наблюдаемый мир. Есть копия, второе поколение и есть третье копия. Это третье поколение. В стандартную модель входят три поколения. Эти частицы являются фундаментальными в том смысле, что мы не видим никакой структуры в этих частиц. Вообще-то говоря, абсолютно утверждение сделать нельзя, поскольку раньше, скажем, протон тоже казался частицей без структуры, а потом эта структура была обнаружена. Поэтому нельзя сказать, что те частицы, которые мы сейчас считаем безструктурными, являются такими навсегда. Возможно, в будущем что-то нам приоткроется, что сейчас неизвестно. Но на сегодняшний день те частицы, которые составляют стандартную модель, являются безструктурными частицами, точными частицами. Это кварки или птоны, как я уже говорил, они представляются как точные частицы стандартной модели. Если мы хотим описать какой-то процесс, происходящий в природе, как правило, в них участвуют не сами кварки, а частицы, составленные из кварков, то есть адроны. Лептоны же, электрон, мион, таон, по-прежнему наблюдаются в виде свободных частиц или взаимодействующих частиц в природе. Поэтому процессы, которые описываются с лептонами, они непосредственно описываются стандартной моделью. С адронами опосредованно, как я уже сказал. Но, тем не менее, так или иначе, любые взаимодействия и любые превращения, которые мы наблюдаем в природе, как на малых расстояниях, так и на больших расстояниях, описываются стандартной моделью. В этом смысле стандартная модель венчает собой все здание физики элементарных частиц и, в неком смысле, все здание фундаментальной физики, поскольку описывает самые фундаментальные законы природы, которые известны на сегодняшний день. Какими же свойствами обладают частицы, входящие в стандартную модель? Ну, прежде всего, мы привыкли описывать квантовый мир с помощью так называемых квантовых чисел. Примером квантового числа является электрический заряд. Электрический заряд — это характеристика частиц, которая нам понятна. Частицы бывают положительно заряженные, отрицательно заряженные, вовсе не заряженные. И электрический заряд — это, на самом деле, квантовое число, которое сохраняется в природе. Сохранение электрического заряда в стандартной модели описывается соответствующей группой симметрии. Из симметрии теории следует сохранение электрического заряда. Но это не единственная характеристика частиц, поскольку, как известно, в стандартной модели есть три группы симметрии. Сильные взаимодействия описывают цветные объекты. Цвет, конечно, понятие условное. Просто квантовое число, которое приобретает три значения, удобно обозначать цвет для наглядности. Так вот, цветной заряд тоже обладает группой симметрии и тоже сохраняющаяся величина. Цветной заряд кварков сохраняется. В слабых взаимодействиях есть свой заряд. Его называют левым изоспином. Немножко сложное название, имеющее историческую причину. Но это тоже характеристика слабого взаимодействия. Это тоже заряд, который сохраняется. Таким образом, все частицы имеют квантовые числа или имеют квантовые заряды, которые сохраняются, как следует, из симметрии стандартной модели. В стандартной модели есть свойства, которые, на первый взгляд, не очень понятны. Ну, например, когда мы говорим о кварках, мы говорим, что кварки нельзя наблюдать в свободном состоянии. То есть мы настолько уверены, что кварки существуют внутри адронов, что тот факт, что мы их не можем впрямую наблюдать, нам не кажется уже теперь странным. Но свойства, которые обладают эти частицы, очень хорошо проверяются на эксперименте. И поэтому на эксперименте мы подтверждаем все свойства стандартной модели. Есть характеристики, которые не очевидны. Ну, например, стандартная модель описывает массы частиц, и она описывает переходы одного сорта частиц в другие, при этом сохраняя нужные симметрии. Ну вот интересный пример слабого взаимодействия, в которых происходит нарушение ряда симметрий. Ну, в частности, нарушение пространственной четности или нарушение зарядового сопряжения, когда частица заменяется на античастица. Что еще входит в стандартную модель? Помимо кварков и лептонов в стандартную модель входит Хиггсовский бозон. Хиггсовский бозон возник в теории по той причине, что понадобилось найти механизм, который дал массу бы всем частицам стандартной модели. Это было достигнуто путем спонтанного обнаружения симметрии путем введения в теорию дополнительного поля скалярного, то есть обладающего спином ноль, который получил название Хиггсовский бозон. Тем самым полный состав полей стандартной модели состоит из шести кварков, шести лептонов, одного Хиггсовского бозона и переносчиков всех трех видов взаимодействий. Все эти частицы экспериментально открыты. Последней открытой частицей был Хиггсовский бозон, который был открыт в 2012 году. Все остальные были открыты еще в 20 веке. Последней была открыта нейтрина, которая называется таонная нейтрина, третья нейтрина, но была открыта в 2000 году. Тем самым 20 век завершил стандартную модель, за исключением Хиггсовского бозона, и все частицы экспериментально подтверждены. Возникает вопрос, заканчивается ли на этом история, или может быть есть еще какие-то частицы, которые не вошли пока в стандартную модель, но должны туда будут войти, или может быть существует что-то совсем другое, которое не описывается стандартной модели. На все эти вопросы есть различные ответы, истинно мы пока не знаем. Но прежде всего, если говорить о новых частицах, типа новых кварков и новых лептонов, которые еще не открыты. Как я уже сказал, в стандартной модели есть три поколения этих частиц. Спрашивается, есть ли четвертый поколение. Экспериментально четвертого поколения не видно. Более того, есть косвенные данные, как связанные с экспериментами в физике частиц, так и в космологии, что возможно четвертого поколения и нет. Дело в том, что в стандартной модели есть так называемая кварк-лептонная симметрия. Сколько кварков, столько и лептонов. А вот на лептоны, точнее говоря, на нейтрино, есть ограничение из космологии, что количество независимых полей нейтрино равно трем. Там есть небольшая лазеечка для четвертого, но по всей вероятности она тоже скоро будет закрыта. Значит, если число нейтрино равно трем, есть кварк-лептонная симметрия, то и число поколений всех остальных частиц равно трем, и тем самым мы завершили в этом плане стандартную модель. Хиггсовский бозон, я сказал, что он только один. Может ли их быть два или четыре или больше? Тоже ответ такой же. Возможно. Возможно, существуют другие Хиггсовские бозоны. Возможно, мы открыли пока только один. Но теория разрешает присутствие большого количества Хиггсовских бозонов. Есть ли они или нет, это вопрос к эксперименту. В этом смысле может так оказаться, что стандартная модель еще не завершена, еще будут открыты новые частицы. Но, может быть, и нет. Одного бозона достаточно, чтобы дать массу всем частицам. Новое взаимодействие. Мы говорили про три вида взаимодействий, которые входят в стандартную модель. Все они реализуются как обмен переносчиками, калибровочными полями со спином единицы. В неком смысле Хиггсовский бозон может рассматриваться как переносчик четвертого взаимодействия, когда он выступает как переносчик взаимодействия со спином 0. Но есть ли еще? Нет ли каких-то новых взаимодействий или каких-то новых групп симметрии, более широких, чем стандартная модель? Не входит ли стандартная модель как составная часть в какую-то более общую теорию? Этот вопрос тоже открыт. Не исключено, что это так. Не исключено, что она входит в более общую теорию. Но этого пока не видно. Надо сказать, что когда мы говорим о том, что стандартная модель триумфально завершилась, мы говорим о том, что все, без исключения эксперименты, которые ставятся на ускорителях, в подземной физике, в космосе, все они блестяще, совершенно с завидной точностью, с точностью иногда до 10-ти десятичных знаков, описываются стандартной моделью. В этом смысле это совершенно уникальная модель, которая позволяет описать огромную часть природы, неживой природы, с помощью очень простых универсальных математических форм. Триумф стандартной модели фундаментальных взаимодействий, которую, может быть, уже теперь нужно называть стандартная теория фундаментальных взаимодействий, может создать впечатление, что все проблемы решены. Однако это, конечно же, не так. Было бы скучно, если бы они все были решены. Какие же проблемы остались? Ну, прежде всего, остались проблемы внутри самой модели, потому что осталось много вопросов типа «почему?». А во-вторых, остались некоторые явления природы, которые, по всей вероятности, выходят за рамки стандартной модели, либо, может быть, мы просто пока не очень хорошо понимаем, как их нужно объяснять. Правда, надо сказать, что все эти явления природы, вот требующие объяснения, они действительно выходят немножко за рамки физикоэлементарных частиц. Они в основном пришли к нам в последнее время из космологии. Собственно, проблемы физикоэлементарных частиц, они прекрасно описываются стандартной моделью. Но остались многие вопросы «почему?». Ну, вот давайте начнем с вопросов «почему?». Почему три поколения частиц стандартной модели? Зачем природе понадобились две копии того поколения, из которого состоит весь окружающий нас мир? Когда-то мы думали, что этих поколений просто нет. Вот те частицы, что мы наблюдаем, это и есть элементарные частицы. Но потом оказалось, что нет. В космических лучах и на ускорителях почему-то рождаются копии. Значит, вопрос «почему нужны три копии мира, которые мы наблюдаем?». Другой вопрос. У нас есть три вида взаимодействий. Зачем природе понадобились три вида взаимодействий? Почему три? И почему эти три понадобились? Можно, конечно, ответить на этот вопрос, исходя из так называемого антропного принципа. То есть сказать так, чтобы человечество выжило, нужны эти три вида взаимодействий. Это действительно правильно так и есть. Потому что, скажем, энергию мы получаем, как известно, от Солнца. Оно приносится к нам солнечными лучами. Это есть не что иное, как электромагнитное взаимодействие. Мы с вами ходим по Земле, притягиваясь к ней силой тяготения. Это есть гравитационное взаимодействие. Это четвертое. Оно нам тоже необходимо. Мы состоим из атомов. Внутри атома есть атомное ядро. Протоны и нейтроны разлетелись бы в разные стороны, если бы их что-то не удерживало. Это есть сильное взаимодействие. Значит, чтобы были атомы, чтобы были тела, чтобы были мы с вами, нужно сильное взаимодействие. Слабое взаимодействие, оно ответственно за распад. Казалось бы, оно-то зачем нам понадобилось? Оно нет. Для того, чтобы Солнце светило, там идут термоядерные реакции. А термоядерные реакции — это распадные процессы. Это слабое взаимодействие. То есть, если бы не было слабого взаимодействия, не светило бы Солнце. И вот и получается, что все взаимодействия, которые есть, нам с вами нужны. Но спрашивается, а нет ли чего-то еще? Может быть, мы не все еще понимаем? Может быть, не все видим? Эйнштейн когда-то мечтал создать единую теорию. Тогда было известно электромагнитное взаимодействие и гравитационное. Вот он пытался создать единую теорию электромагнетизма и гравитации. Но, как известно, не получилось. Сейчас мы знаем, что есть еще слабое электромагнитное. Значит, пора создавать единую теорию трех взаимодействий, входящих в стандартную модель, и гравитации. Есть ли такая единая теория? Есть много разных идей. Даже есть название. Теория великого объединения, которая объединяет сильное и слабое электромагнитное взаимодействие. Правильно ли это теория или нет, мы до сих пор не знаем. Есть теории, которые объединяют и гравитацию тоже. Эти теории еще более интересны, еще более сложны, еще более непонятны. Иногда даже употребляют такие слова теория всего сущего. Вот теория струн, которая является неким обобщением квантовой теории поля на протяженные объекты, в какой-то момент претендовала на то, чтобы построить такую единую теорию всего. Тоже пока не получилось. Но не исключено, что мы просто пока не нашли правильной формулировки. Так что выход за рамки стандартных представлений, возможно, потребует интересных каких-то новых решений, которые позволят построить обобщение того, что мы сейчас понимаем и знаем. Но есть проблемы, которые уже сейчас, вероятно, требуют какой-то новой теории. И эти проблемы приходят к нам из космологии. Дело в том, что космология уже смыкается с физикоэлементарных частиц, поскольку, как выяснилось, что то, что происходило в ранней Вселенной, что предопределило развитие Вселенной, описывается, по сути дела, физикоэлементарных частиц. Так вот, одна из проблем, которая пришла к нам из космологии, очень хорошая проблема, и про нее сейчас много говорят, это проблема темной материи. Из космологии следует, что помимо обычной материи, которую мы наблюдаем, то есть это звезды, галактики, звездная пыль и так далее, существует еще другая материя, которая не испускает света, которая электрически нейтральна, ее называют темной матерью. И вот, глядя назад на стандартную модель фундаментальных взаимодействий, мы должны ответить на вопрос, откуда взялась темная материя, из каких частиц она может состоять. Похоже, что в стандартной модели нет подходящего кандидата на эту роль. Это значит, что если темная материя описывается частицей, что весьма вероятно, то это какая-то новая частица, которая в наш стандартный набор не входит. Эту загадку еще предстоит разрешить и найти такую частицу, найти экспериментальную, найти теоретическое объяснение этой частицы. Другая проблема, которая пришла к нам с космологией. В ранней Вселенной рождалась поровну частица-античастица. То есть, если бы потом образовался, скажем, водород, то должен был бы образоваться и антиводород. Если гелий, то и антигелий. Если там железо, то и антижелезо. И всего было бы поровну. Но, как известно, если частицы-античастицы встречаются, то они превращаются в чистую энергию, то есть в свет. Это значит, что если бы в мире было достаточное количество материи и антиматерии, время от времени они бы сталкивались и высвечивались. И чего не наблюдается. Более того, мы вообще не наблюдаем антиматерии. Мы наблюдаем только материю в видимой части Вселенной. Возникает естественный вопрос. Что же произошло? Откуда возникло то, что называют барионной асимметрией Вселенной? Что мы видим барионы и не видим антибарионов? Эта проблема в стандартной модели фундаментальных взаимодействий вообще говоря решается. Решается за счет так называемого нарушения комбинированной четности. За счет некого параметра, что называемого фазой, который ответственен за ЦП нарушения, а также за барионную асимметрию Вселенной. Но механизм барионной асимметрии Вселенной до сих пор не понят. Это остается загадкой, хотя всем понятно, что как-то это должно быть объяснено, иначе наша Вселенная не существовала бы в том виде, в каком она существует сейчас. Есть более простые вопросы, на которые мы тоже пока не нашли ответ. Ну, например, загадочная частица нейтрина, которой много людей увлекается. Загадочная она главным образом потому, что ее очень трудно регистрировать. Так вот, природа этой частицы, она тоже не до конца еще понятна. И масса этой частицы пока еще неизвестна. И хотя, как бы мы имеем все инструментарии для того, чтобы описать эту частицу стандартной модели. Но все-таки она остается слегка загадочной для нас. По всей вероятности, эксперименты ближайших лет позволят эту загадку до конца разрешить. И мы будем точно понимать, что за частица нейтрина, какая у нее масса, является ли она античастицей самой себе или не является. И в этом смысле наше понимание стандартной модели в этом аспекте завершится. Существует и еще одна загадка. Может быть, самая сложная проблема, которая пока стоит перед нами в описании физики частиц и космологии. Тоже это смежная такая проблема. Она получила название темной энергии. Что это такое? Дело в том, что окружающий наш мир наполнен материей. И можно посчитать количество этой материи. И оказывается, что количество материи определяет кривизну пространства, в котором мы живем. Если плотность материи равна критической, то пространство является плоским. Если плотность энергии слишком маленькая, то пространство является открытым. Напоминает, скажем, седло. Имеет отрицательную кривизну. Если плотность энергии выше критической, то пространство является замкнутым. Но напоминает сферу. Так вот, все измеряемое нами вещество во Вселенной, если его все сложить, дает плотность заметно-заметно ниже критической. Что говорил бы нам о том, что мы живем в открытом мире. Но есть еще темная материя. Из космологических данных следует, что темной материи примерно в 4 раза больше, чем обычной материи. Значит, складываем обычную наблюдаемую материю и темную материю. Все равно плотность не хватает для критической. Все равно получается около 30%. Казалось бы, значит, мы живем в открытом мире. Но нет. Можно провести измерение кривизны пространства и произвести это таким же способом, как, можно сказать, мы делаем в школе. Можно измерить сумму углов треугольника. Известно, что в евклидовой геометрии, в плоской геометрии, сумма углов треугольника равняется 180 градусов. Если мы находимся на сфере, то сумма углов треугольника будет больше 180 градусов. Если мы находимся в седле, то сумма углов будет меньше 180 градусов. То есть узнать, какова кривизна нашего мира, можно, если измерить сумму углов треугольника. Только треугольник должен быть очень большим. Нужно как бы развести точки, вершину треугольника в разные концы Вселенной. И вот представьте себе, что такой эксперимент был проделан, и сумма углов треугольника была измерена. Это связано с измерением так называемого реликтово-микроволнового излучения. И вот когда это было измерено, обнаружилось, что сумма углов треугольника равна приблизительно 180 градусов. То есть это означает, что мы живем приблизительно в плоском мире. Тогда спрашивается, что такое оставшаяся 70% плотности. Вот это и называют темной энергией. Это некая субстанция, про которую мы пока ничего не знаем, но она требует объяснения. Требует объяснения наличия этой субстанции, из чего она состоит, как она описывается, и почему 70%. Часто эту субстанцию описывают так называемым космологической постоянной в уравнении Хейнштейна. Хейнштейн ввел когда-то эту космологическую постоянную. Это не единственное объяснение существующей темной энергии, но такое весьма естественное, я бы сказал. Так вот, для того, чтобы описать нужное количество темной энергии, получить эти 70%, вот это самое космологическое постоянное должно иметь определенное значение. Оказывается, что оно оказывается таковым, что оно примерно на 100 порядков величины меньше того, чего мы бы ожидали. То есть мы как бы, если наивно стали вычислять эту величину, мы бы ошиблись на 100 порядков. То есть полный, конечно, катастроф. Это, может быть, это самая главная загадка, которая сейчас есть. Она есть как бы в фундаментальной физике, а коль скоро физика элементарных частиц претендует на роль фундаментальной физики, описывающей все явления природы вместе с гравитацией, то вот эту загадку физика элементарных частиц, космология, теория гравитации, единая теория, все они вместе должны эту загадку разгадать и эту проблему решить, пока она остается главной нерешенной проблемой фундаментальной физики.